ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Ваш паспорт? Да, сейчас. Что-то я не могу найти. А это не ваш лежит? А. Здравствуйте. Здрасте. Ой, ваши вещи на моем месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Утром, приезжай в Питер, обсудим. Да. Мужчина? Мужчина, там труп попадает. У вас что-то случилось? Да мертвый человек, посмотрите, пожалуйста. Я тебе перезвоню, подожди. Эй! Уважаемый! Эй! Уважаемый! Все в порядке, он живой, просто пьяный. Боря? Посадский. Резникова? Ты? Да. Динка? Привет. Вы меня простите за вчерашнюю, правда, развезло, как восьмиклассника. Мотался в Нижний по делам, ночью не спал, весь день на нервах, но это решил и выпить. Как говорится, чтобы снять напряжение, а меня и срубило. У нас под Нижний объект Болгина, в Пушкинской усадьбе. Вернее, там теперь музей, а наша компания в честь Болгинской осени там новые стекла ставила. Ради бога, простите меня за вчерашнюю. И спасибо вам. За что? За аспирин, который так кстати у вас оказался. А, да не за что, я рада, что помогло. Еще раз простите и счастливо. Хорошего дня. Что-то случилось? Боря, у меня паспорт пропал. Ты в купе смотрела, у проводницы спрашивала? Может быть его Павел по ошибке взял? Может быть, кто такой Павел? Боря, ну молодой человек, с которым мы ехали, он сказал, что его зовут Павел. А, ну извини, я не очень хорошо запоминаю имена случайных попутчиков. Я же теперь даже в гостинице не смогу зарегистрироваться. Боря, я не знаю, что мне делать. Сейчас поедем ко мне, ты приведешь себя в порядок, позавтракаешь и поедешь на свою конференцию. А как закончишь, займемся паспортом. Будем писать заявление об утере, ну и прочее. Хорошо. Что за конференция хоть? Что-то про систему автополива. Разбираешься в автополиве? Нет, мое дело перевозить. Я синхронист. Английский, французский, испанский, итальянский. Круто. Прыгай. Динка, похоже, за двадцать лет ничего не изменилось. Ты вечно попадаешь в историю. Садись. Да, ты совершенно прав, я до сих пор все теряю, путаю, но… Ты знаешь, я выросла, и сама привыкла справляться со всеми своими неприятностями. Так что спасибо, что предложил помощь. Но я разберусь сама. Рада была увидеть. В смысле? Куда ты поедешь без паспорта? Что-нибудь придумаем. Динка, ну не дури. Ты, конечно, взрослая и самостоятельная, но при сумме там женщина. А меня дядя, когда учил, что с женщинами надо вести себя по-джентльменски. И вообще, он просил тебя заботиться. Да когда это было-то? Не важно когда, главное, что просил. Так что, разреши, я все-таки тебе помогу. Как джентльмен, ну, и немножко, как друг детства. Хорошо. Вот и отлично. Заодно прогуляемся, в город посмотришь. У меня тебе будет удобнее, чем гостиница. Близко к центру. Квартира большая, детая от Академии получила, когда его перевели в Питер кафедре заведовать. А сам Соломон Абрамович сейчас где? Уехал на дачу. У него астма. Врачи сказали, надо бросать работу и уезжать из города. Ну, ты же узнаешь. Работу он, конечно же, не бросил. Ни разу не сомневалась. Живет на даче, пишет монографию, ездит на заседание кафедры. Боренька, доброе утро. Лизонька, вы прекрасно выгляните. Доброе утро, Матильда Львовна. Это Дина, моя подруга. Дина? А, да-да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, пойдем, пожалуйста, в такси. Извините, не разглядела. Здравствуйте. Здравствуйте. Матильда Львовна, жена академика Славина. Дед с ним дружил. Прелестная дама, но одна беда, ни черта не лид. А очков не носит принципиально. Живет этажом выше и вечно всех со всеми путает. Теперь я понимаю, почему она назвала меня Лизой. Борь, я только сейчас сообразила, а это вообще удобно, что ты меня к себе привез? Ты не думаешь, что твоей девушке это может быть неприятно? Ты слишком хорошо воспитана, Динка. Во-первых, ты мой старый друг. И что было бы неудобно, так это бросить тебя на вокзале. А во-вторых, Елизавета моя бывшая девушка. Ее никак не касается, кого я привожу в свою квартиру. Идем. Ну, как тебе моя стрябня? Борь, ты идеальный мужчина. Вот я, например, умею готовить только овсянку и куриный бульон. Зато ты умеешь переводить с четырех языков. Это да. Между прочим, твой дед всегда считал правильный куриный бульон вершиной кулинарного искусства. Да. Тебе как в переводчике-то занесло? Все думали, на медицинской пойдешь. Твой дед спал и видел, что ты станешь вторым пироговым. Пойдем, в комнату покажу. Между прочим, на Иньяс я попала благодаря твоему деду. У вас была такая роскошная библиотека, но самые интересные книги были на английском или французском. И он вместо учебника выдал мне Киплинга. И я читала его со словарем. Твой дед всегда говорил, что ты похожа на маленького мангуста. Такая же любопытная и неугомонная. И такая же ловкая. У Киплинга Рикити-Китави первым делом опрокинул миску с молоком и свалился в очаг. В общем, твой дед приобщил меня к языкам. Ясно. А что с личной жизнью? Муж, дети? Нет. Почему? Не знаю. Очень хотелось найти кого-то похожего на отца моего или твоего деда. Но как-то такие мужчины сейчас редкость. Разве что ты, но ты же уехал. На самом деле я однажды пыталась выйти замуж, но в общем, там получилась не очень красивая история. Так что замуж я так и не вышла. Ну и бог с ним, значит, не очень-то тебе туда и хотелось. Да. Но у тебя как дела? Чем занимаешься? Рассказывать долго. Я лучше покажу. Как красиво, Борь. Это настоящий драгоценный камень? Это сапфир, который лично я вырастил в своей лаборатории. От природного камня ничем не отличается и можно производить в промышленных объемах. Вот это да. Моя компания занимается тем, что выращивает их для высокоточных производств. Ну там, приборостроение и прочее. Мы разработали технологию, которая позволяет выращивать кристалл в пять раз быстрее, чем до этого считалось возможным. И это небольшая революция в нашем деле. Здорово. Да. Израильтяне 15 лет пытаются создать подобную технологию. Но у них ничего не вышло. А у нас вышло. И теперь они хотят наши разработки перекупить. Только шишем с маслом. Если хочешь, оставь себе. Это лишь опытный образец. Спасибо. Самое главное вот здесь. Рабочая документация, описание технологического процесса. Порошок оксида алюминия нагревается до 2200 градусов. И затем из него выращивается кристалл. Извини, я опаздываю. Извини. Дин, я подвезу тебя. Моя лаборатория за городом. Не знаю, сколько вечером по пробкам обратно ехать буду. Скорее всего, ты вернешься раньше меня. Ага. Ключи я тебе дам. Еда в холодильнике. Кофе в банке. Вода в кране. Можем ехать. Ого. Да, дед был прав, когда говорил, что ты вырастешь очень красивой женщиной. Говорю тебе не как друг детства, а как мужчина. Тебе нужно срочно выйти замуж. Не надо замуж. Надо, надо. Вот что. Я тебя кое с кем познакомлю. У меня есть друг Макс. Очень хороший парень и при этом хопластяк. Как ты смотришь на то, чтобы вместе поужинать? Борь, можно я не буду ни с кем ужинать? Ну, пожалуйста. Ну, ты мне и так уже очень помог. Я не тебе помогаю, а забочусь о себе. Я не хочу, чтобы мой друг связался, не пойми с кем. Здравствуйте, Матильда Львовна. Добрый день. Что за восхитительная у вас собачка? Она знает команды. У нас с Жориком, моим покойным супругом, был такс. Так вот он знал команду «Защищай докторское». Сразу начинал лаять. Видимо, педняжка думал, что докторское – это колбаса, а не диссертация. Ну, бегите, бегите. Боря, наверное, вас заждался. Я его встретила, когда возвращалась от портнихи. Вы знаете, уговорила Наташу заказать тебе голубой костюм. Дивный цвет. Но вы же знаете, как она скучно одевается. До свидания. До свидания. Всего доброго. Странно. Эй. Борис, это же наш сосед из купе, да? Похоже на то. А что ты здесь делаешь? Ты же сказал, что ты только поздно вечером дома будешь. Планы изменились. Его кошелек? Да. Когда приедет полиция, молчи. Говорить буду я. У тебя шок. У меня нет никакого шока. Значит, скажешь, что есть. Зачем? Затем, что ты его нашла. Как думаешь, что будет первым подозреваемым? Или ты не знаешь, как у нас полиция работает? Нет. Вот поэтому делай, как я сказал. Сейчас иди домой, накопай себя у Лерянки. Она вверх в мячике стола в гостиной. Дин, иди в дом. Макс, у меня на лестнице труп. Я сейчас вызываю полицию. Приезжай. Понадобится твоя помощь. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Ну, даже не знаю. Аделя Шарифовна, вот это встреча. Ну, привет, Алексей Сергеевич. Что тут у тебя? Женщина. М? Женщина, вас кто сюда пустил? Выйдите, пожалуйста. Вам сюда нельзя. Значит так, мне нужны протоколы опроса свидетелей. Запись с камер видеонаблюдения, и чай черный с молоком. Ну, что тут? Это твой начальник. Причина смерти? Ну, так... Точнее скажу, после вскрытия. Но думаю, что сильный удар по голове. Ага. Время? Думаю, часа два назад. То есть, три полчетвертого. Ну, плюс-минус, но не позже шестнадцати часов. Угу. Личность установили? Да. Павел... Попов Павел Андреевич. Восемьдесят пятого года рождения. Проживает четвертая линия Васильевского острова. Пять. На руке были дорогие часы. Рядом портфель лежал. На портфеле бумажник. Паспорт. Деньги в бумажнике были? Да, наличными тысяч пять и карты. Угу. Ну, значит, не ограбление. Почему? Грабители могли спугнуть. Так два часа прошло после убийства. Наверное, было время тело обчистить, да? Ха-ха. Телефон был при нем? Нет. То есть, бумажник и часы были, а телефон нет? Кто тело обнаружил? Ребята из соседней квартиры. Опросили? Только приступили. Соседей опросили? Ну, не успели. Ну, пока что. А что вы делали все это время? Ммм. Что-то тихо стало, да, Алексей Сергеевич? Угу. Я пойду? Ребята прошу. Угу. А вы займитесь другими? Угу. А вы займитесь другими? Это Рахимова из следственного отдела. Ты будь с ней поаккуратней. Она баба крутая. Тебе даже твой папаша полковник к извлечению поможет. Чай. Блин. Паспорт. Угу. Видите ли, я иногда бываю очень рассеянная. И вчера, когда я садилась в поезд, паспорт был. А потом... где ты его взял? Неважно. С погибшим были знакомы? Да. Нет. Тогда или нет? Мы ехали с ним в одном купе. Угу. Билеты вместе покупали? А... нет. Места просто достались рядом. Мы его видели первый раз в жизни. Я никогда с ним раньше не встречалась. Угу. А вы были знакомы с Поповым Павлом Андреевичем? Вы видели его раньше? Думаю, что нет. Мама, очки. Я и так все прекрасно вижу. Извините. Нет. Я не знаю этого молодого человека. Нет. Впервые вижу. Чайку не хотите? Ага. Спасибо. 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 Извините, голубчик. Ничем не могу помочь. Я тоже его никогда не видел. Скажите, это надолго еще? Через два часа профессор должен улететь. Его ждут в Перми на конгрессе. Вы видели, чтобы кто-нибудь входил в подъезд в промежутке между двумя часами дня и половиной пятого? Ага. Ой. Извините. Около трех вернулся Боря Посадский. Посадский. Вы уверены? Вы знаете, я была уверена, что это Боря, но теперь, когда вы спросили, я подумала, может быть, это был помощник профессора Дроботенко с нашего этажа. Бондаренко. Мама, ты путаешь. Антон вернулся уже после того, как приехала полиция. Обязательно поправлять. Мы ничего не слышали и никого не видели. Я была со смены, спала, а я когда сплю, хоть из пушки стреляй. Лена, медсестра, она после суток должна отсыпаться. Меня Венечка разбудил. Говорит, в подъезде полиция, кого-то убили. А я полдня с замком возился. У заказчика шкатулка со старинным замком, там... У меня у Венечки руки просто золотые. Во всем Петербурге такого слесаря днем с огнем не сыщешь. Всю первую половину дня я занимался описанием письма. Письмо это предположительно Дельвига Пушкину. Профессор является специалистом в старинных рукописях. А Антон Вадимович мне помогал. Да. Позже я спустился в магазин, а когда пришел, здесь уже была полиция. Скажите, мы можем уже наконец ехать? Я должен отвезти профессора в аэропорт. Извините, где у вас этот туалет? Сахар? Три. Я заметила. Проживаете совместно? Нет. Да. Пока Дина в Петербурге она живет здесь, в этой квартире. Состоите в близких отношениях? Это имеет отношение к делу? Это часть процедуры опроса. Да. Дина мой очень близкий друг. Наши семьи дружили, мы знаем друг друга более 20 лет. Подходя к дому, вы кого-нибудь встретили? Матильду Львовну. Это соседка сверху, она рассказывала про свою таксу. У меня в руках было чучело вороны, и она перепутала ее с собакой. чучело вороны. Угу. Чучело. Угу. А вы всегда его носите с собой? Конечно, нет. Это мне организаторы мероприятия подарили, на котором я переводила. Очень милые люди. Ага. А мероприятие когда началось, когда закончилось? Где? А, оно проходило в Рэйтисоне, я приехала туда к 11, а уехала где-то в половине пятого. В 16.30? Да. Есть кто-то, кто может подтвердить эту информацию? Конечно. Сейчас. А это не то. Сейчас, сейчас, сейчас. Дин, Дина. А, спасибо. Вот, здесь все телефоны организаторов и агентства, на которые работаю, они могут все подтвердить. Угу. Карпов. Сейчас, все проверю. Дальше. Что было дальше? А, ну, дальше я поехала домой, зашла в подъезд. Мы практически вместе зашли. Угу. Практически. Это как? Я видел, как Дина шла к дому, поспешил ее догнать, но нагнал только на лестничной площадке. Угу. Где были до? На встрече с инвесторами. Конкретнее? Конкретнее? Это закрытая информация. Все остальные вопросы можете задавать через моего адвоката. Вот, кстати, и он. Ланской. Максим Дмитриевич. Адвокат. Вот протоколы опроса. Никто из жильцов спокойным знаком не был. на момент убийства у всех алиби. Надо, конечно, проверять, но выглядит все вполне надежно. Полезное что-нибудь есть? Да. Вдова академика видела, как Борис Посадский входил днем в подъезд. Около трех. Разберись уже с камерами видеонаблюдения. и чай. С чаем справишься? Справлюсь. Вот. Матильда Львовна, Матильда Львовна, прекрасная женщина, но дело в том, что без очков она почти ничего не видит. Она сегодня меня приняла за Антона, а это помощник профессора, этажом выше. А меня с утра за другую девушку. сейчас. Да? Ага. Ясно. Спасибо. Мы связались с организаторами конференции по автоматическому поливу живых изгородей. Так. Вашей клиентки там сегодня не было. Как это не было? Как это не было? Переводчик, которого должно было прислать агентство, не явился, чем очень подставил организатора в конференции. Да, да, как это возможно? Я же там весь день проработала. Мне ворону подарили. Знаете, вот по поводу вороны, до сих пор прорнеулавливую связь между вороной и автоматической системой полива. Не знаю, но вообще на конференции ничего про поливы не говорили. Говорили, что редкие птицы, им нужны живые изгороди, но я думала, что на второй день конференции будут говорить про поливы. Одну минуточку. Позволите? Дина, а вы не помните, в каком зале проходила конференция? Нет. Хотя бы на каком этаже? Шестнадцатый. Я это точно запомнила, потому что это последний этаж. Тогда все правильно. Дело в том, что в Ретисоне сегодня проходило два мероприятия. На втором этаже конференция по автополиву, а вот на шестнадцатом съезд орнитологов. Я опять все перепутала. Я надеюсь, вы понимаете, что ни о каком задержании моих клиентов не может идти и речи. Адвокат чересчур самоуверенный. Посадский, который хозяин квартиры, явно темнит. Девица эта, Резникова, совершенно не похожа на убийцу. Ну да. Алиби-то подтвердилось? Вышел. Посадский совершенно другое дело. Во-первых, непонятно, во сколько он на самом деле вернулся домой. Во-вторых, непонятно, каким таким чудесным образом он оказался в одном купе с убитым Поповым. Считаете, они были знакомы? А это может быть. Посадский явно выгораживает свою подругу. А может, он вовсе и не ее выгораживает, а себя? Например, когда говорит, что они вместе вошли в подъезд. А с паспортом там история. То он потерян, то он вдруг у Посадского. А может, он вообще решил Резникову подставить? В поезде вытащил у нее паспорт, чтобы та не могла поехать в гостиницу. Привез к себе и разыграл все как по нотам. И только одно остается непонятным. Кем же приходился убитый Посадскому и чем так насолил? Так с этого надо начинать в первую очередь. Поднять все связи на Попова. Может, что-то всплывет. Жене его сообщил? Нет. Вот с этого, Карпов, и надо было тебе начинать. Звони! Да, и значит, теперь все разговоры с полицией только в моем присутствии. Само собой. И помни, сегодня с двух до четырех ты был? На совещании. Кстати, может, хотя бы мне расскажешь, почему ты так с него вдруг взметнулся? В моем присутствии не было необходимости. Ты прекрасно справился совсем без меня. То есть, не барское это дело, да? На предварительных совещаниях штанишки просидывать. О! Ладно. Дина! До завтра! Дина! М? До свидания! До свидания! Борь, зачем ты сказал полиции, что мы вместе зашли в подъезд? Чтобы защитить тебя. Отчего? Неужели ты думаешь, что я причастна к убийству? Я нет. Но полиции было бы очень удобно повернуть дело именно так. Откуда у тебя мой паспорт? Я вытащил твой паспорт, чтобы затащить тебя к себе домой. Да шучу я! На самом деле, паспорт ты посеял в Москве сразу после посадки. Я так и знала. Я связался со своим московским приятелем из управления РЖД. Он поднял на ноги сотрудников вокзала. В результате твой паспорт нашли и передали с поездом в Питер. Собственно, днем я за ним и ездил. Если совсем честно, конечно, я бы мог отправить водитель на вокзал, но я не люблю просиживать штаны на переговорах. Спасибо, Борь. У Попова с партнером небольшая строительная фирма. Сам Попов питерский, но заказы ищет на периферии. Видно, в Питере конкуренция большая или... Так. Утром вернулся из Нижнего Новгорода из командировки 123-м поездом, который идет через Москву. Никаких связей ни с кем из жильцов подъезда установить не удалось, кроме Посадского и Резниковой. Угу. И жена его никого не видела, никого не знает. Ну, она в таком состоянии, что... Что даже если и знает, то не вспомнит. Да. Записи с камер видеонаблюдения достал? Их нет. В смысле нет? Там камерами весь переулок утыркан. Камеры мертвые, их месяца три как починить не могут. Сколько? С весной. Это кто тебе такую информацию дал? вот. Ага. Да. Старший следователь Рахимова. Я по поводу камеры видеонаблюдения, литейной 23. Сегодня утром управляли запрос. Угу. Да, с утра. Нет, меня не интересует, почему камера до сих пор не отремонтирована. Меня интересует, почему вы до сих пор занимаете свою должность при таком темпе работы. Значит так, завтра с утра я отправляю на вас запрос в прокуратуру. Вот там вы будете рассказывать про ваши сложности с финансированием. Музыка. 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 Ты чего? Я никогда не думала, что это так страшно. Я еще с утра с ним, с Павлом разговаривала, аспирин ему давала. Он так трогательно извинялся. Такой хороший, молодой человек. А ему кто-то голову разбил. Динка, ну нельзя все так близко к сердцу принимать. Потому что человека убили это тяжело и отвратительно. Но давать честно, он был для тебя никто. Ты разговаривал с ним первый и последний раз в жизни. Так что особо горевать о нем не стоит. Ты сейчас какие-то очень странные вещи говоришь. Я совершенно нормальные вещи говорю. Это не цинизм, это эмоциональная гигиена. Меня, кстати, этому твой дед научил. Объяснил, что хирург не должен умирать вместе с каждым своим пациентом, потому что... Потому что тогда он сам умрет раньше времени и больше не сможет никому помочь. Вот. Ну, Борь, дед был врачом, а я не врач. Неважно. Нужно уметь дистанцироваться от того, что напрямую не касается тебя и твоих близких. Пей. Наверное, но я так не могу. Пей. Вот я все думаю, как Павел оказался в твоем подъезде. Он же никого из жильцов не знает, кроме нас. Может быть, у него к тебе дело было? Исключено. Откуда бы он узнал мой адрес? Мог в интернете найти. Маловероятно. Вот что, дорогая моя, давай-ка ты не будешь затевать расследование. Пусть этим занимается полиция. А наши с тобой интересы защитит Максим. Ну, а мы что, так и будем сидеть? Нет, мы ляжем спать, потому что и у тебя, и у меня завтра рабочий день. Ты должна быть в форме. На тебя и так сержится в агентстве, что ты там все перепутала. Еще один такой косяк выгонит. Вот что. Выпей валерьянки и спать. Хорошо. Молодец. Звони убедиться, что ты не проспишь на работу. Я уже проснулась. Спасибо. А ты где? Уже в лаборатории. В холодильнике завтрак, разогрей себе. Кофе в банке, вода в кулере, сахар в сахарнице. Борь, моя бытовая беспомощность не распространяется так далеко, чтобы не найти сахар в сахарнице. Ну и прекрасно. На самом деле, спасибо тебе большое. Ты настоящий джентльмен. Как всегда, обо всем позаботился. Всегда пожалуйста. Ладно, мне пора. Пока. А теперь допустим, что у меня нет сахара. Зато есть час-полтора времени до работы. Логично ведь зайти к соседям, попросить сахар заодно поболтать. Вдруг я узнаю что-то такое, чего не узнала полиция. Доброе утро. Здрасте. Извините, если я разбудила. Не выручите? Может быть заодно составите мне компанию на кофе? Пышки! Я их всегда в Питере покупаю, когда приезжаю. У нас в Москве таких нет. Ой, у нас и подавно. Мы с Веней приезжие. Я из Сартовалы. Это город, конечно, но все-таки захолустье. А Веня мой из поселка. Теперь это поселок городского типа. Кистенева называется. Хотя, какого городского, если там даже школы не было? Одно такое удовольствие у людей. Подраться с пьяных глаз. Ну, потому что работы нету. А Венька у меня молодец. Он уехал и на слесаря выучился. Действительно молодец. Угу. Он у меня такой. Вообще, мне с ним так повезло. У нас же хороший мужик, а ты теперь днем с огнем не сыщешь. А я с Венечкой прям как за каменной стеной. И правда здорово. Угу. Он мне знаешь, что говорит? Угу. Хочу, говорит, детей. Дом построю. Ты с работы уйдешь. Ну и правильно. Чего мне с утками-то работать? Будешь детишками заниматься. А ты сама этого хочешь? Очень. Ну, правда, с детишками у нас пока не получается. Но доктор говорит, нужно просто время. Уверена, все будет хорошо. Вот. И Венечка так говорит. Мы же, когда сюда переехали, я думаю, все, заживу, как у Христа, за пазухой. Нам эта квартира осталась от бабушки одной. Я в больнице-то за ней ухаживала. Она сама уехала в Израиль к детям, а нам квартиру сдала по очень, очень выгодной цене. Думаю, ну, культурные люди кругом заживем. И на тебе. На лестницу, прямо у дверей. Средь бела дня человека убили. Вообще кошмар. А вы со всеми соседями знакомы? Ну, почти. Я же медработник. Кому мукольчик поставить, кому массажик сделать, еще что. Я никому не отказываю. Ну, деньги, они же всегда нужны, правильно? Ну, вот взять Матильду Львовну. Ну, хочет женщина сохранить красоту. Что плохого-то? По-моему, это прекрасно. Я ей ставлю ботокс, колю, и витаминки. Наташа тоже витаминки не мешала бы. Но она говорит, что она Антону нравится. И такой. Антон? Угу. Ну, это помощник профессора нашего. Они с Наташей, ну, вроде как, встречаются. Ну, как встречаются? Она просто влюбилась в него по уши. И все. А он? Я думаю, что ему больше интересны наследства и квартирка. Матильда Львовна-то старенькая уже. Вот. А у нее от папочки академика наследство-то ой-ой-ой, какое осталось. Ну, вот он, Наташа-то и обхаживает. Ой. Привет. Я думала, профессор в отъезде. Так и есть. Заехал за документами надо для кафедры кое-что подготовить. Понятно. Ну, как ты после вчерашнего? Полночи не спала. Не знаешь, полиция нашла что-нибудь? Или, может быть, у них есть какие-то предположения, из-за чего могли убить этого парня? Да и вообще, кто он такой? Не знаю, они же ничего не говорят. Ну, да. Да вообще, тебя убедить хотела. Антон. Да, Борь. Динка, ты еще дома? Да. Будь другом, на столике, в столовой, бумаги с разработками, посмотри, а? Которые ты мне показывал? Да. Можешь убрать их в сейф? Да, конечно. А то я вчера из-за всей этой чехарды с полицией совершенно забыл. Код сейфа 11 08 88. Запомнила? Да, сейчас. господи. Его могли убить по ошибке. Счастливо. Боря, Дин, ты еще там? Борь, да. Синяя толстовка в шкафу, это твоя? Ну, да. Я в ней бегаю. Дело в том, что у Попова была точно такая же. Дин, ты прости, у меня встреча. Давай все обсудим вечером, когда вернусь. Да, и не забудь положить документы. Борь, его могли принять за Бориса. Документы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пахнет, да? Ой, вы, вы простите, пожалуйста, у меня просто антисептик закончился, и я вот одеколончиком все обработала. Ничего, меня интересует исключительно содержимое ампул. А, ну, не волнуйтесь, здесь у нас все в порядке. Я считаю, что женщина в любом возрасте должна следить за своей внешностью. К сожалению, моя Наташенька этого не понимает. Может быть, вы, Леночка, сделайте ей внушение, что красота это работа. А после тридцати косметолог также необходим, как геркулесовая каша по утрам. Мамочка, давай уже оставим мою внешность в покое. Вот вы видите, ну что с ней делать? Вы еще минут пятнадцать подержите, а потом можете снимать, а я побегу, ладно? Хорошо. Спасибо. Леночка, вы когда будете уходить, захлопните, пожалуйста, дверь. Ну, конечно. До свидания. До свидания. До свидания. Наташенька, ты не знаешь, где телефон этой барышни, которая служит в полиции? Мамочка, а зачем тебе ее телефон? Это касается молодого человека, убитого на лестничной площадке, и Бори Посадского. Мамочка, я прошу, у тебя по три раза на дню возникают идеи, кто и почему его убил. Я вспомнила очень важную вещь. Вот что действительно важно, это нам с тобой, наконец, сходить к окулисту. Но я опаздываю. Но опоздаешь. Не на свидание же, а на работу. Мама, хватит. Можно хоть раз в жизни меня выслушать? Спасибо, Лена. До свидания. Дело в том, что парфюм совершенно другой. Диночка, простите, я хотел бы вас поблагодарить. Все было просто замечательно. Я очень рада, а то я вас вчера так подвела. Что вы, прощено и забыто? К тому же, вы такая прелестная женщина. Но я все-таки в первую очередь переводчик. И прекрасный, потому что у нас своя терминология, своя специфическая тема. И это не так просто. А вы умница. Ну, сначала немножко рассеялись, но этого никто почти не заметил. А потом взяли такой хороший темп. Вы не хотите пообедать? Я бы с удовольствием, но я тороплюсь. А я могу вас подвезти. Я на машине. Приказывайте, куда вас доставить? В полицию. Это касается убийства. Вы действительно удивительная женщина. Убийство, надо же. ой, извините. Мне просто нужно было с Пашей попрощаться в морге. А что он делал в этом доме? Я не понимаю. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, куда ваш муж собирался, зачем? Я, я не помню. Он сказал, что у него встреча важная. И обещал дочке, что скоро вернется. Держите. А, все в порядке. Что-то более конкретное. Это очень важно. Помню, что у него очень ценные бумаги были. Вот. И я не помню больше. Хорошо. Вы сейчас езжайте домой, но завтра мне нужно будет с вами опять поговорить. Только я сказала, я не знаю, что он делал в этом доме. Я не знаю. Простите, в полиции сказали, что вы здесь. У меня очень важная информация. Я считаю, что Павла Попова убили по ошибке и должен был погибнуть другой человек. А вы что знаете, кто убил моего мужа? О, Господи, простите, пожалуйста. Я? А, одну секунду. Простите, извините. Слушайте. Присетьте. Вы в своем уме. Вы понимаете, где вы находитесь, нет? Извините, я не хотела, но понимаете, что я думаю, что с целью убийцы был именно Борис Посадский. Дело в том, что у него точно такая же толстовка, как была на Попове в день убийства. Понимаете? Пытаетесь за меня сделать мою работу? Нет, я хочу помочь. У Посадского серьезный бизнес и у него враги, наверное, есть. Когда мне понадобятся ваши показания, я вызову вас отдельно в участок. Всего доброго. Я не понимаю. Я. Боренька, вы дома? У вас не заперто. Я вам хотела сказать, что вспомнила одну очень важную вещь. Боренька. Максим, это вы? Чёрт. Да что ж такое? Те ключи. Неужели я дверь не заперла? Господи. Господи! Матерь Дальвовна! Помогите! Кто-нибудь! Люди! Помогите! Что случилось? Матильда Дальвовна! Что стоишь? Скорую звони! Звонишь? Алло, скорая! Она выживет? У неё тяжелая черепно-мозговая травма. Состояние критическое. Сейчас главное до больницы буду везти. Поехали! ЗВОНОК 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 Сейф вскрыт профессионально. Это не работа дилетанта или залетного грабителя. Да уж. Кто ж так грабит, да, Алексей Сергеевич? Да. Антиквариата на мини-эрмитаж. Да, явно не залетный. Кому звоните? Борису, владельцу квартиры. Да ему уже сообщили. Это я виновата. В чём? В том, что случилось с Матильдой Львовной. Вы сейчас сетуете или пытаетесь дать показания? Потому что, если вы даёте показания, то я обязана их зафиксировать и приобщить к делу. Это вы понимаете, да? Тогда я хочу дать показания, что Павла убили по ошибке, что истинной целью преступника был именно Борис Посадский. Если бы я сделала это раньше, то, возможно, бы с Матильдой Львовной всё было бы в порядке, а я испугалась и ушла. Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Мне позвонила соседка. А, кто именно? Подруга Посадского. Лина. Нет. Дина? Дина. Простите, в голове всё путается. И сказала, что с мамой несчастье. И пока я добиралась до дома, маму уже увезли в больницу, и я сразу хотела поехать за ней. Но Лена, соседка снизу, она медсестра, она сказала, что если мама лежит в реанимации, то меня сейчас не пустят. Это правда, в реанимацию не пустят. Но ей же ведь нужны будут какие-то вещи, я не знаю, бельё, зубная щётка. Вы могли бы я ей хотя бы передать? Давайте я позвоню в больницу и всё узнаю. Не надо. Я уже им звонила. Они даже разговаривать со мной не стали. Со мной станут. Борис Евгеньевич, мне от вас понадобится список пропавших вещей, деньги, ценности. Ничего не пропало. Уверены? Абсолютно. Борь, мне в сейфе... Ничего не было. Враги у вас есть? Враги? Люди, которые были бы заинтересованы в вашей смерти. Кому понадобилось скрывать вашу квартиру? Понятия не имею, кому понадобилось скрывать мою квартиру и что искали. И врагов у меня нет. Конкуренты? Конкуренты, разумеется. Есть, как и у каждого человека, который занимается бизнесом. Но наши отношения не выходят за рамки правового поля. Знаете что? Мне кажется, кто-то просто решил грабануть мою квартиру, но не успел. Матильда Львовна его спугнула, из-за чего, собственно, и пострадала. Мы закончили. Да, спасибо, Алексей Сергеевич. Аделяя Шерифовна, мы можем по дороге остановиться? Буквально на пару минут. Я куплю чего-нибудь перекусить. Конечно. Меня тоже возьми. Что ж тут не так? Там только шаверма. И? Я думал, вы такое не едите. Такое какое? Ну, там свинину кладут. Я думал, у вас свинину не принято. У вас это где? В Питере? Значит, так, Арп, свинину я ем, свинину я люблю. Я люблю свиной шашлык, свиной рульку. и борщ со шкварками. Понял. Ну, и шаверма я тоже люблю. Понял. Хорошо. Так, Боря, что было в сейфе? Ну, говори. Наши разработки. Шутишь? Да какие шутки. В сейфе лежала вся документация по технологии производства искусственных сапфиров. Теперь там этих документов нет. И опытных образцов тоже нет. Черт. Это же промышленный шпионаж. Да, определенно. Подожди, подожди. Получается, что наши секретные разработки, они уже у конкурентов? Да, Макс, видимо, израильтяне таких захватили. А вот скажи, пожалуйста, вот тебе даже в голову. А вы это можешь не беспокоиться. Твои израильские конкуренты в лучшем случае получили полную информацию о системе автополива. Я тебе сразу хотела отдать, но завертелось. Вот, бумаги, вот. Я ведь попросил тебя положить эти документы в сейф? Да, да, я собиралась, но увидела эту треклятую толстовку и, в общем, видимо, отвлеклась и перепутала папки, положила в сейф. Всю информацию по автополиву. Пришлось работать без шпаргалки, но я справилась. Динка, ну ты даешь. Извини меня, Пури, извини. Дина, вы же нам весь бизнес спасли. Если бы вы не перепутали эти папки, то наши, наши разработки попали бы к конкурентам, а у нас на них еще даже патента нет, понимаете? Мы даже, мы даже в суде не смогли бы ничего доказать. А почему ты в полицию не сообщил? Да потому что, чем меньше людей знают о технологии, пока она не запатентована, тем лучше. Вот, это точно. Теперь этим займутся наши безопасники. Это точно. Вот, теперь хорошо. что-то вопрос соседей показал. Профессор с верхнего этажа в отъезде. Его помощник заходил днем, но уехал до того, как все завертелось. Медсестра, проживающая рядом с Посадским, ничего не видела, не слышала, до того, как эта заполошная Резникова начала звать на помощь. Резникова не заполошная. Она баба с мозгами, и она явно переживает из-за случившегося. Ясное дело, переживают. Они же с Посадским единственные подозреваемые. А если, если на Посадского и впрямь покушались, и он об этом знал, он мог намеренно подставить под удар Попова. Поясни. Ну, смотрите. Посадский знакомится с Поповым в поезде, видит, что у Попова точно такая же толстовка. И на него не сходит озарение. Вроде того. Угу. Посадский приглашает Попова в гости, может, пообещал ему заказ или что-то другое придумал. Сам уезжает, и Попова убивают вместо него. Классная теория, только они сходятся. Понимаешь, концы с концами. По твоей теории, Посадский должен был точно знать место и время покушения. Фирштейн. Фирштейн. Ну, вот в одном ты про бледный. Посадский явно что-то темнит. Это ж надо было видеть его лицо, когда он свой сейф обнаружил. Что-то там было. что-то очень важное. А отчет криминалистов. Чего и следовало ожидать. Следов отпечатков полно, в том числе всех соседей. Так они ж там все и побывали. Может... Только вот следов отпечатков преступника там точно нет. Иди работай. Дверь закрой. Привет. Здорово. Адиля Шарифовна, а что если тот, кто убил Попова и вскрыл квартиру Посадского один и тот же человек? Что если Попов и соседка пострадали только потому, что оказались не в то время, не в том месте? Да, да, да. Было две попытки взлома квартиры Посадского. Только первый помешал Попов, который там оказался, когда преступник только пытался взломать дверь. Иди. То есть преступник убил Попова, скрылся и вернулся на следующий день? Да. И даже проник в квартиру и обчистился. И только вот появилась соседка. Иди работай, Карпов. Соседка. Дочь сказала, что соседка собиралась к Посадскому. Вот. Мама сказала, что что-то вспомнила в связи со вчерашним происшествием. Говорит, это имеет непосредственное отношение к Борису Посадскому. Она пыталась мне сказать, что именно, но я не слушала, так как решила. Надо бы еще разочек с дочкой поговорить. Может, она вспомнит, что ее мать хотела Посадскому передать. А я как раз собирался. Я завтра заеду к ней. Аделя Шерифовна, я что подумал, а что, если у Посадского в сейфе было что-то, принадлежащее третьим лицам, и Посадский инсценировал ограбление, чтобы присвоить это? Правильно мыслишь, Карпов. Только вот вряд ли Посадский своими собственными руками взламывал квартиру и сейф. Вот для этого нанимает профессионала. Который не оставляет следов. Молодец. Значит, в первую очередь мы ищем кого? Исполнителя. Правильно. Иди работай. Я тебя умоляю. Иди работай, мой хороший. Дверь. Борис, спасибо, очень вкусно. Вот то-то. А то не могу есть, не хочу есть. Чай, кофе? Может быть, я сварю? Я сам сварю. Тебе без кофеина. А то потом снова не заснешь. Прекрасил общение с журналистами. Сегодня Иглесис известный писатель и публицизм. Готовится к... Вы знаете, несмотря на обстоятельства нашего знакомства, я все равно очень рад. Взаимно. Вы удивительная женщина, Дина. разумеется. Вас интересует только Борис. Так? А вы ведь влюблены в него. Да? А он даже не сказал спасибо за то, что вы сохранили его ценную документацию. Причем здесь спасибо? Это случайность? Я, как всегда, все перепутала. И еще сто раз извинились. Вы ведь чувствуете себя неудобно рядом с ним. Не стесняйтесь. Это нормально. Рядом с ним вообще все себя чувствуют как-то неполноценно. Ну, Посадский. Он же безупречный, идеальный, самый лучший во всем первый. Все им восхищаются, все его любят. Что плохого в том, что человека все любят? Ровным счетом ничего. Вы знаете, я сам всю жизнь смотрю на него, как на солнце. Даже какое-то сияние от него исходит. Но знаете что? На солнце ведь тоже бывают пятна. Просто не все в состоянии это заметить. Знаете, Максим, я, наверное, пойду спать. неприятно слушать, да? Но ведь это чистая правда. К солнцу опасно приближаться. Оно сожжет и не заметит. Солнце никого вокруг не видит. Вы ему завидуете, да? Да. Отчаянно завидую. Я тоже вот так мечтал бы, как он. просто плевать на всех. Да нет, ему не плевать. Он не король солнца, он нормальный, порядочный человек и не обсуждает друзей за спиной. Извините, я больше не хочу продолжать этот разговор. Адиля Шерифовна. Да, чё-то орёшь-то. Хорошие новости. Камеры наблюдения после того, как вы устроили им разнос, наладили. Видео запросил? И даже уже получил. Хорошо. Смотреть давай. Давай. Так, это кто? Смотри-ка, время нападения. О, Резникова. Это он? Похоже на то. Ну-ка, стоп. Значит, он знал, что камеры слепые. Готовился. Ты можешь увеличить изображение? Вот. Надо пробить его по базе. Вот. Касьянов Михаил Валерьевич, 85-го года рождения. Ты смотри, какой боевой парень, а! Входил в состав Ивановской ОПГ, в 12-м году осужден на 5 лет общего режима. Освобожден через год пол до. проходит по трем нераскрытым делам. Не знаю, что самое интересное. Я нарыла информацию на компанию Бориса Посадского. Так вот, основной его конкурент израильской компанией, соучредителем которой является нынешний гражданин Израиля, бывший наш соотечественник, некий Анатолий Эрлих, который тоже был членом Ивановской группировки. Видимо, не всех своих друзей растеряла. Да? Касьянова в розыск. И соберешь мне на него завтра всю информацию. Абсолютно. Все, что только сможешь. Имена, пароль и явки. Завтра в 9 часов ко мне с отчетом. И все-таки я не понимаю, почему Павел оказался в подъезде. Слушай, Боря, может быть, его подослали твои конкуренты, чтобы добыть разработки? Ну, тогда кто его убил и почему? Не знаю и знать не хочу. То, что он не связан с моими конкурентами, это точно. Безопасники проверили. А дальше пусть полиция выясняет, что он здесь сделал, кто его убил. Сейчас белье принесу. Но мы же не можем вот так это оставить. Дин, не пытайся ничего расследовать. Это не шутки. Пострадало уже два человека. Я не хочу, чтобы ты была третий. Я с бельем. Да ну, Борь, неужели ты не понимаешь? Пожалуйста, Дина, не веди себя так, как будто тебе не 30 лет, а 13. У меня без тебя проблем достаточно. Сейчас белье принесу. но вообще-то я могу и переехать. Здрасте. Переехали. Это еще зачем? Чтобы тебя не нервировать и чтобы не доставлять тебе лишних хлопот. Так, Резникова, ты меня за кого принимаешь? Разумеется, ты никуда не поедешь. По крайней мере, до тех пор, пока идет расследование. Во-первых, я за тебя некоторым образом отвечаю. И мне будет спокойнее, если ты будешь на глазах. А во-вторых? Во-вторых, потому что ты отважный маленький мангуст. Сейчас белье принесу. Доброе утро. Доброе утро. Что там по Касьянову? Сейчас. Вот, все, что удалось, собрал по Касьянову. Угу. 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 Хорошо. Сходи домой. Переоденься, прими душ. Поспи. Только недолго. Да, и в больницу сгоняй. Надо с удовольной академикой Славиной срочно поговорить, если она пришла в сознание. Так точно. Слава. Наталья Альбертовна. Здравствуйте. Как ваша мама? Все по-прежнему без сознания. То есть поговорить не получится? Похоже, что вы зря приехали. Ну, почему же зря? Вот, вас встретил. Извините, глупость морозов. А что говорят врачи? Какие прогнозы? Говорят, надо ждать. Вот вещи даже не взяли. Сказали ей ничего пока не надо. Скажите, у вас нет сигареты? Не знал, что вы курите. А я и не курю. Просто сейчас очень хочется. Сигарет нет. Есть. Конфета. Будете? Спасибо. Наталья Альбертовна. Да? Вы сумку забыли? Ой, простите меня, я вторые сутки не сплю, ничего не соображаю. давайте я провожу вас. Мы ведь с мамой накануне поссорились. Из-за чего? Из-за ерунды, как обычно. Видите ли, мама, она у нас всю жизнь звезда. Известная питерская красавица, дочь академика. Папа мечтал, что я буду похожа на маму. А я совершенно на нее не похожа. Сплошное расчарование. Ни внешности, ни достижений. Работа скучная. Просто мама считает, что я должна работать там, где много интересных мужчин. Желательно холостяков. У мамы голубые места, выдать меня удачно замуж. Это все не для меня. Мама не понимает. Вот мы и ссоримся. И вчера тоже поругались. Я даже не успела попросить прощения за то, что накричала на нее. Теперь не знаю, как мне с этим жить. А если она не поправится? Получается, что последнее, что она будет помнить, это то, как я на нее накричала. Ваша мама непременно поправится. Знаете, у меня дед военный. в горячих точках служил и все без единого ранения. А на гражданке попал в аварию и никто не верил, что он выживет. А он выжил. Ему сейчас 80, и у нас с отцом футбол обыгрывает. Так что вы не волнуйтесь. То есть, нельзя, конечно, не волноваться, но я думаю, с вашей мамой тоже все будет в порядке. Спасибо. Я тоже надеюсь. Наталья Альбертовнар, вы сказали, ваша мама что-то вспомнила про Бориса Посадского. Да я пыталась, но я совершенно ничего не могу вспомнить. Помню только, что она говорила про какой-то парфюм. Парфюм? Какой парфюм? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю про какой. вот. Спасибо. Я говорю же вам, что я ее не слушала. Отмахнулась от нее. Я торопилась. Ой, у меня там тортик еще есть. Тебе положить? Лена, а что у тебя с лицом? А это… Да это я с работы шла, ударилась. Ну, ночь еще не спала из-за этих разборок, да с полицией. Ну вот. Знаешь, когда впадаешь в такое состояние, что уже идешь и на ровном месте спотыкаешься, бьешься обо все углы. Лен, ты же не сама ударилась. Мне ты можешь сказать, это сделал твой муж? Дин, у нас все хорошо, ну правда. Ты лучше расскажи мне, что там полиция-то, они подозревают кого? Я тут Наташу видела, на ней вообще лица нету. Они там занимаются этим делом? Или нам так и жить, как на пороховой бочке? Да я вот одного и не могу понять. Чего? Зачем Павел Попов приходил в наш подъезд? Кому? Может быть, у его жены спросить? Так у нее, наверное, полиция уже сто раз спросила. Ну, это же совсем другое дело. Ну, а как ты у нее спросишь? У тебя ни адреса, ни телефона нет. В соцсети? Точно! Да что ты там увидишь? Ну, пойдем к компьютеру. У меня Веня тут компьютер, короче, купил. Спасибо. Любовь Попова. Ага. Любовь Попова. Два метра. Ну, вот она. Точно? Да. Ну, я же ее видела. Ну, и вот объявление о месте и времени прощания. Ты что, на похороны, что ли, пойдешь на кладбище? Дин, да пусть лучше полиция разбирается. Пусть разбирается. Ну, я тоже хочу. Ленок! Лен, ты дома? Да, дома. Слушай, там Венечка пришел. Он всегда, когда с работы, такой уставший приходит. Да ты не извиняйся, но точно все хорошо? Да все хорошо. Просто понимаешь, он переживает очень сильно. Я же прохожу гормональную терапию. Ну, вот. И мне не… Ленок! До магазина сгонять? Не, не надо. Давай, проходи. Все готово. Ну, мне нервничать нельзя, ничего нельзя. Ну, он переживает, что из-за вот этих вот разговоров по убийству, ну, что-то не так пойдет, понимаешь? Здравствуйте. Здрасте. Тебе сметанки положить? Давай. Нет документа, я пока еще не нашел. Ну, послушай. Я все сделаю, обещаю. Да, я знаю, что это очень серьезные люди. Дай мне два дня. Ну, придумай что-нибудь. Попроси подождать. Да, все, пока. Я тебе весь день сегодня звоню. Но я была у мамы в больнице. Ну, а чего ты не сказала, я бы тебя подбросил. Все в порядке, меня проводили. Кто? Полицейский. Какой еще полицейский? Я не помню его фамилию. Ты его видел, он со всеми здесь разговаривал. А, да, точно, понял. Ну, а полицейский, он же что-то говорит. Ну, не знаю, у них же должны быть какие-то зацепки, версии. Ну, наверное. Черт знает что. Беспредел какой-то. Они только деньги из бюджета проедают. И эти свои отчеты пишут для галочки. Ну, они делают, что могут. Ты знаешь, что мне вчера из полиции звонили четыре раза. А сегодня три, на кафедру. Хотели, чтобы я посреди рабочего дня приехал и давал показания. Им надо все проверить. Что, это не я напал на Матильду Львовну? Наташа, ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Боже мой, боже мой. Ну, прости меня, пожалуйста. Ну, что я за человек такой, я все делаю не так. Да нет, это… Это ты меня прости. Я… Я на нервах, я не должен быть тебе этого говорить. Я должна сейчас думать только о том, чтобы мама поправилась. А я думаю о тебе. А хочешь, признаюсь. Я у тебя кое-что стащила. Вот. Крышечка от твоего парфюма. Храню под подушкой, чтобы чувствовать твой запах, когда тебя нет рядом. Это ужасно неправильно, да? Я дура? Да нет, ну почему же сразу дура? Я очень сильно по тебе скучаю. Скажи, что ты меня любишь и что все будет хорошо. Я тебя люблю, и все будет хорошо. Я тебя люблю, и все будет хорошо. Меня зовут Дина Резникова. Вашего мужа убили у нас в подъезде. Примите мои соболезнования, мне очень жаль. Я понимаю, что сейчас не время и не место, но это действительно очень важно. Мне кажется, что полиция идет по ложному следу. Если вы хоть что-то знаете. Я знаю немного, но я почти уверена, что вашего мужа убили по ошибке. В тот день мы с дочкой были на пикнике. Паша вернулся из командировки в Нижний, заскочил к нам буквально на полчаса. Он сказал, что у него важная встреча, что в портфеле очень важные документы, что ему их нужно передать одному человеку. Речь идет о больших деньгах и дело срочное. О каких деньгах? Не знаю. Паша сказал, что это деньги не наши, но он должен со всем этим разобраться, потому что он другу обещал. Он обнял дочку, уехал и больше я его не видела. Вот. Я больше ничего не знаю. Я прошу вас, помогите. Мы должны найти этого человека, который его убил. Пожалуйста, обещайте, что поможете. Я постараюсь. Любовь, скажите, а что это за друг, о котором говорил Павел? А я не знаю. У него лучший друг. Игорь Петров, он. Вон он. Они вместе с Пашей учились и потом вместе свою строительную фирму создали. Игорь, все, знал про дела мужа. А что за документы Павел привез из командировки? Не знаю. Может быть, вы их случайно видели? Видела, только мельком. Я не смотрела, но знаете, документы такие красивые. Там буквы с завитушками. Вам ведь отдали вещи вашего мужа. Я могу взглянуть на эти документы? Так вещи отдали. Только документов там не было. Да, вы можете звонить сюда. Мамочка, мам, куда он поедет домой? Я у нас в парку хочу. Сейчас. Игорь, поговори, пожалуйста, с девушкой. Разумеется. О чем? Это насчет Пашиной смерти. Люба, ты не волнуйся. Садись в машину. Я сейчас приду. Спасибо. Слушайте внимательно, девушка, и запоминайте. Если я еще раз увижу вас рядом с Людой, или не дай бог рядом с ребенком, мне сделают так, что вас уволят из полиции. Я вашу карьеру похороню. Это понятно? Вы затаскали ее под опросом. Теперь еще и на кладбище явились. Но я не из полиции. Вы не так поняли? Я… Это я Павла нашла. Я хочу вам помочь. Ну, допустим. И что вы от меня хотите? Мне нужно знать, зачем Павел ездил в Нижний Новгород, и что было в документах. И знаете ли вы, Бориса Посадского… Так, стоп. Хорошо. Если вы не из полиции, если вы хотите помочь, я с вами поговорю. Но не здесь, и не сейчас. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Стой! Резникова! Море! Ты куда несешься? Ты зачем ходила на похороны? Откуда ты знаешь, что я была на похоронах? Ты тоже там был? То есть, ты все-таки знал Попова? Дин, я сто раз говорил, я этого парня несчастного первый и последний раз видел в поезде. Я имею в виду живым. Тогда откуда ты знаешь, что я там была? Ты телефон дома забыла. В напоминаниях сообщение о похоронах и адрес. Я уже сел в машину, чтобы ехать за тобой, но увидел, как ты заходишь в парадную. А ты чего так злишься? Да потому что. Зачем ты вмешиваешься в дела, которые тебя совершенно не касаются? Ты полицейский, частный сыщик, ФСБ. Причем здесь это? Расследованием должны заниматься профессионалы. Я просил тебя не устраивать самодеятельность. Это глупо и опасно. Да у меня все хорошо, Борь. Вижу. Но я не мог дозвониться до тебя. Волновался. Думал, может, что-то случилось. Прости, Борь. Надо было тебя предупредить. Нет, просто не надо было ездить ни на какие похороны. Вот и все. Борь, мне ужасно не хочется, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Но я просто не могу по-другому. Почему? Потому. Как ты там говоришь? Эмоциональная гигиена я пробовала, у меня не получается. Поэтому я поехала туда. Там его жена и дочь, которые хочут к папе. И если я могу сделать хоть что-то, чтобы найти убийцу, я должна попробовать, ну, хотя бы попытаться. Даже если у меня из-за этого будут проблемы. Динка, ты такая же, как в детстве. Совершенно безбашенная, ничего не боишься. Боюсь. Ужасно боюсь, Борь. Но только сейчас это не имеет никакого значения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне надо ехать. Обещай, что до моего возвращения ты ничего не будешь расследовать. Обещаю. Буду сидеть дома и варить куриный бульон. Но сначала выйду купить курицу. Здравствуйте, милая девушка. Добрый день. Вы уже вернулись из Перми? Да, сегодня утром. И, увы, услышал, что в нашем доме опять происшествие. Да. Матильда Львовна. Да, Матильда Львовна. Ну что ж, я надеюсь, что она поправится, а злоумышленника обязательно поймают. Я тоже. Хорошего вам дня. И вам тоже. А, и Борису привет. Непременно. А, кстати, приятель Бориса. Он назначал встречу, но не пришел. Вы не в курсе? Может быть, он передумал? Подождите. Какой приятель? Ну, который хотел продать к тубу. К тубу? Один старинный документ. Это такой красивый, как будто на еврейте. Ну да, он хотел со мной проконсультироваться. Что с вами, милая барышня? Все в порядке. Но вы должны прояснить мне одну вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для начала немножечко ликбеза, милая барышня. Что такое к тубу? Традиционный брачный договор – неотъемлемая часть еврейского бракосочетания. В нем указываются обязанности мужчины по отношению к жене, обеспечение едой, питьем, одеждой, исполнение супружеского долга. И также указывалась сумма, которую он должен выплатить в случае развода. Вот, обратите внимание, старинные к тубы. Очень красивые. Ну, конечно, это же не просто документы. Это настоящее произведение искусства. Вот, например, эта к тубу датируется 1718 годом. И в прошлом году была продана на аукционе за 100 тысяч долларов. Вот так. 100 тысяч? Ну, а что вы хотели? Подлинные старинные к тубы пользуются огромным спросом у коллекционеров. И цены на них взлетают до небес. Я помню, вот в позапрошлом году на одном из аукционов цена на к тубу за первые полчаса выросла в 20 раз. И это учитывая, что она датирована 19-м веком. А та, что у Бориного приятеля, датируется середина 18-го века. И очень-очень-очень жаль, что он передумал. Он не передумал, Филипп Владимирович. Его убили. Что с вами? Я вас не очень понял. Антон! Это человек, которого убили у вас в подъезде. Его звали Павел Попов. Я думаю, что все произошло, когда он шел именно к вам. Мы ехали вместе с ним в купе, и я случайно увидела у него похожий документ. Спасибо. То есть вы говорите, что тот молодой человек, труп которого нашли у нас в парадной, это он мне звонил? Уверена, что да. Как же я не сопоставил эти две вещи? Но вы не могли этого знать. Вы ведь никогда не встречались. Да-да, вы правы. Он даже не представился, когда мы с ним разговаривали. Антон Владимирович, а тот молодой человек, который хотел проконсультироваться по поводу кто вы. На какой день вы ему назначили? Сейчас посмотрю. Мы договаривались на четверг на три часа дня. Да, тут есть запись. Только тут пометка, что встреча не состоялась. Насколько я помню, он не явился и не предупредил меня, чтобы я перенес встречу на другой день. Филипп Владленович, а почему вы думаете, что он был Бориным знакомым? Ну, голубушка, это же очевидно. Ну, как же он позвонил, представился Бориным другом, сказал, что друг Бориса Посадского, сказал, что Борис дал ему мой... Скажите, а вы считаете, что они не были друзьями? Насколько я знаю, нет. Мы ехали с Павлом в купе, но он ни слова не говорил о Ктубе. Нет, ну этого решительно не может быть. У меня уже был номер моего телефона. Может быть, он нашел его в интернете? В интернете в справочниках есть мой номер, но он рабочий. А он мне звонил на мой личный. А он есть у ограниченного числа людей. Ну, у Бориса есть. Ну, Бориса-то я с детства знаю, я дружил с его дедушкой. Документы и Ктуба была при нем? Ктубу полиция не нашла. Я думаю, что ее забрала убийца. Мне вообще кажется, что Павла убили из-за нее. Ну, то есть он знал про документ, про вашу встречу. И подкараулил. То есть вы считаете, что Ктубу похитили? Я уверена. Нет, но она обязательно всплывет. Никто не понесет ее в ломбард, скупку. И тогда, когда она всплывет, можно будет поймать преступника. Но я должен оповестить все научное сообщество. и позвонить в полицию в кабинете. Профессор? Да, голубчик. Не волнуйтесь, я все сделаю. Я вам буду очень признателен. Спасибо. Спокойно. Спокойно. Я должен сделать так, чтобы профессор никому ничего не сказал. Ни коллегам, ни полиции. Никто другой, кроме Посадского, не мог знать Попова в этом доме. Никто другой не мог дать ему телефон профессора. Никто, кроме него, не знал, что Попов идет к профессору с документом ценой сто тысяч долларов. Ты понимаешь? Этот Посадский, он всех очаровал и обманул. Не приближайся, я закричу. Дин, что с тобой? Не подходи. Так, пожалуйста, объясни мне, что происходит. Нет, это ты мне объясни. Что я тебе должен объяснить? Зачем ты отправил Павла к профессору с Ктубой? С какой Ктубой? О чем речь? Старинный документ, который стоит сто тысяч долларов. Он был у Павла в портфеле. А когда его убили, он пропал, и это сделал ты. Сам или с кем-то, я не знаю. Резникова, ты что говоришь? Ты знаешь меня всю жизнь. Правда думаешь, я могу убить? За деньги? За какой-то документ? Или думаешь, для меня сто тысяч – это сколько-то значимая сумма? Не знаю. Наверное, нет. Тяжелый. Да. Здрасьте. Ну что, у Колечки? Не беспокойтесь, Филипп Владленович, как комарик укусит и все. Да я знаю, Леночка, что у вас легкая рука. Сожмите кулачок. Отпускайте. Фридрих, извините, Леночка, я должен поговорить с коллегой из-за рубежа. Да, конечно. Здравствуйте, Фридрих. Рад вас слышать. Здравствуйте, профессор. Один мой клиент хочет приобрести для своей коллекции документ. Предположительно, восемнадцатого века. Вы бы не могли дать свое мнение? Конечно, Фридрих. А что за документ? Это Ктуба. Ктуба? Да, Ктуба. Оригинал я пока не видел, но клиент прислал мне фотографии и описание. Он получил их от продавца. Простите, а вы случайно не знаете, кто продавец? Найн, он имеет контакт с моим клиентом через посредника. Я выслал вам электронное письмо, там все будет. Спасибо, я сейчас посмотрю. Удачи. Антон. Антон Вадимович, будьте добры, подойдите сюда. С вашей электронной почтой было отправлено письмо, в котором описание фотография документа украденного у убитого нашей парадной молодого человека. Вы либо преступник, либо этому есть хоть какое-то объяснение. Значит, Попов по телефону сказал профессору, что он со мной знаком, и ты немедленно сделала вывод, что я убил Попова ради документа, с которым надо еще побегать, чтобы его продать и выручить эти несчастные сто тысяч долларов? Борь, сто тысяч – большая сумма. Я такие деньги лет за десять смогу только заработать. Неважно, ты решил, что я могу убить человека из-за денег? Почему, Дин? Потому что ты сказал, что не знал Попова. Я его и не знал, и понятия не имею, откуда он взял телефон профессора, и почему он сказал, что со мной знаком. Он даже фамилии мою не знал, я ему не представился. А когда его убили, я был на вокзале, забирал твой паспорт. Если не веришь мне на слово, давай найдем проводницу, которая передавала мне паспорт, спросишь у нее. Тогда нужно найти человека, для которого сто тысяч долларов – действительно значительная сумма. Человека, который за сто тысяч мог убить? Ну да. А еще нужно понять, откуда вообще у Попова это кто бы взялась? Он не похож на мальчика из хорошей еврейской семьи, к которому ее дед оставил наследство. Я спрашивала у его жены, она ничего об этом не знает. Просто если понять, откуда взялся документ, станет ясно, кто еще из друзей приятеля Попова о нем знал. И знал, какую сумму за него можно выручить. И кто дал ему телефон профессора? Борь, получается, что этот человек в любом случае тебя знает, раз Попов на тебя ссылался. Да, да. И это меня очень волнует. То есть, что получается, что тот, кто дал телефон профессора, знает профессора тебя и Попова? Да, все правильно. Только я понятия не имею, кто это мог быть. Пересолила? Не надо. Борь, я думаю, надо позвонить Игорю. Какому Игорю? Друг Попова Игорь Петров. Мы виделись на похоронах. Договорились созвониться. Наверное, он знает, откуда взялась Ктуба. Ну, или поможет нам ее найти. Логично. Давай с ним поговорим. Посмотрим, что он скажет. Вряд ли Попов возил такой важный документ с собой в командировку. Скорее всего, он получил его в Нижнем Новгороде. Но где? Не на стройке же. Что тебя так удивляет? Ты сказал, давай поговорим, посмотрим. То есть, ты готов со мной этим заниматься? Разумеется. Потому что мне не нравится, что ты шарахаешься от меня, размахиваешь канделябром и подозреваешь, черт знает в чем. И одной я тебя тоже больше никуда не отпущу. Что? Да, я вел себя недостойно. Признаю. Я идиот и эгоист. Я позволил тебе одной в этом разбираться. Дед сказал бы, что это низкое. И был бы прав. Ну, ты не эгоист. Резникова, как ты это делаешь? Что? Что, веревки из меня вьешь? Вот что. Какие веревки? Ну, вот опять. Карпов. Здрасте. Отработали связи по Касьянову, как вы просили. Все, что удалось собрать. Не густо. Собственно, это за последние пять лет я могу еще… Стоять. Левицкий. Этого я знаю. Он сейчас под следствием. Так, давай-ка, организуй его сюда ко мне. Я у них вроде как тоже под подозрением. Ну, типа мы с Павлом бизнес не поделили. Какой же бред. Спину держите ровней. Да мы с ним семь лет в одной упряжке. Бизнес поднимали. До этого пять лет в институте. И что нам с ним делить? Я вообще не знаю, как я теперь без Пашки буду. Не знаю. На нем же все связи держались. С заказчиками. С подрядчиками. Спину прими. И ровней держитесь. Хорошо. Он знаете, как с людьми умел разговаривать? С любым мог договориться. И всегда все договоренности выполнял. Спину прими. Он был очень порядочным человеком. Я таких никогда в жизни не встречал. Конечно, очень жаль. Такая несправедливость. А что полиция? Они только время тратят на свои допросы, расспросы. А мне бизнес надо вывозить. Да и Любку с Дашкой сейчас поддержать надо. Плюс у меня у самого семьи. Я не вижу, как мои дети растут. Женька! Приезжаю хоть сюда. С сыном. Смотрю, как он занимается. Понимаю. Не зря вкалываю. Игорь, а что насчет Ктубы? Есть соображения, откуда она у Павла взялась? Нет, никаких. Мы думаем, Павел привез ее из Нижнего. Можете выяснить, у кого он мог ее взять? Да я даже не знаю. Но вы же там работаете так. Наверняка со многими знакомы. Тут ведь какое дело? У нас с Пашкой секретов-то не было друг от друга. Мы все друг другу рассказывали. А про… Ктубу эту… Он ни слова ведь не сказал. Видать, были на то причины. Да. Знать бы какие. У вас очень хорошо получается. Правда? Да. Нет, я не шучу. Вы действительно молодец. Стоп. Ну а теперь можете попробовать сами. Сама? Да, да. Хорошо. Борька, смотри. Я Диана, богиня охоты. Вообще странно, конечно. Пашка никогда старинными документами не интересовался. Да и никакого Посадского не знал. Посадский – это я. Спасибо. А за что спасибо? Борька, снимай! За то, что подтвердили, что я не был знаком с вашим другом. Ясно. А то у Дины Эдуардовны были сомнения. Черныш! Как вы? Черныш, иди сюда. Больно. Иди сюда. Где? Нога. Какая? Иди сюда. Левецкий на выход. Вперед. Благодарю. Ну а че, ты Касьяного когда последний раз видел? Кого? А-а-а! Так это Леша Трикарата. Ну, его, ну самого. Ой, ой, ой. Давненько, с полгода, наверное. Серьезно? Ага. Ну вы ж друзья, не разлей вода были. Я вас умоляю. Это когда было-то, Аделя Шариповна? Ну что? Слушай, на Касьянове труп висит. И нанесение особо тяжких. Мне очень нужно знать, где он. А я без понятия. Да? Слушай, я дело твое посмотрела. Правда? Да. Сейчас. У меня даже здесь оно. И что? Ну, посадят тебя, да? Как говорится, к бабке не ходи. Только в УКРФ по статье по твоей. От двух до пяти. Сечешь, Поляна, да? Есть разница? Два и пять. Да? Ну, допустим. Да? Ну что, где мне Касьянова искать? Ну, я так сразу не скажу. Это мне, конечно, подумать надо. Расстраиваешь ты меня. Пять лет. Кто бы мог подумать. Забирайте. Встал. Да ладно, ладно. Да пошутил я, пошутил. Ну, вы что? Ну, с Сашей черным поговорите. Леша Трехкаратник у него отоваривается. Ну, клуб на морской есть. Саша там по вечерам бывает. Ну. Ну, ты молодец. Спасибо. Иди, шутник. Пошел. Я Диана, богиня охоты. Борька, снимай! Эй. Борька! Пей, Диана воительница. Бульон для восстановления хрящевой ткани. Угу. Это еще хорошо, что ты коленом ударилась, а не головой. Я говорил с врачом, тебе показан постельный режим на три дня и покой на неделю. Ясно. Велено делать компрессы и колоть обезболивающее. Они пришлют медсестру из клиники. Не надо, я Лену попрошу. Какую еще Лену? Он неисправим. Лена, его соседка, медсестра. Ага. Хорошо. Лену, значит, Лену. Давай, пей, пожалуйста, бульон, пока не остыл. Молодец. Колено, конечно, жалко. Но я рад, что несколько дней она побудет дома. По крайней мере, не придется волноваться, что с ней может что-то случиться. Ой. Матиля Шерифовна, это он. Матиля Шерифовна, это он. Матиля Шерифовна. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вы куда, деля Шерифовна? Пойду потанцую, может, познакомлюсь с кем, Карпов. Надо дождаться подкрепления. Вот сиди и жди. Ура! Ура! Стоять! Брось оружие! Карпов! На кой черт ты одна туда сунулась? Был приказ дождаться опергруппу. Я вела наблюдение. Касьянов меня обнаружил. Ситуация просто вышла из-под контроля. Там в объяснительной все подробно изложено. Изложено. Наблюдение она вела. У тебя есть оперативные сотрудники? Вести наблюдение. Он здоровый мужик. Обдолбанный уголовник. С богатым прошлым. А ты одна взялась провести задержание. И вот результат. Задержание провалено. Подозреваемый мертв. По делу никаких подвижек. Так. Тимохин. Выходит из отпуска. Передашь ему дело. Тимохину? Да. Тимохину. Тебе что-то не нравится? Я тебя снимаю с дела не потому, что ты в юбке. А потому, что ты подставляешь под удар и себя, и сотрудников. Тебя этот урод мог уложить. Неужели ты не понимаешь? Ну что там у тебя по делу? Докладывай. Работаем. Допросили Черняева. Он же Саша Черный. С его слов Касьянов работал по заказу конкурентов Бориса Посадского. Взломал его квартиру. Проверили телефон Касьянова. Есть звонки заказчикам. Есть сообщение с указанием адреса Бориса Посадского. И... Ладно. До понедельника у тебя время есть. Будет хоть какой-то результат. Будет разговор. До понедельника? Да. До понедельника. До понедельника так... Ты как, Карпов? Я? Я в порядке, Аделя Шарифовна. А вы? Я имею в виду, вы сами в порядке? Это заживет. У нас есть эта неделя. Не накопаем материал, передадут дело другому следутелю. Так что копаем на Касьянова. Так там же все ясно, нет? Все, да не все. Взлом квартиры и сейфа Посадского, там, да, это мы докажем. Нападение на вдового академика Славина, да. А вот первый эпизод. А что с ним не так? Черняев говорит, что в день убийства Попова Касьянов весь день у него до ночи в клубе зависал. Так, может, врет? Поет, как соловей. Ему нужно, чтобы соловечка замолвили перед, перед наркоконтролем за него. Там на него дело с большую советскую энциклопедию. Но вы ведь сами говорили, что Попов мог оказаться не в то время, не в том месте. А Касьянов его грохнул, чтобы избавиться от ненужного свидетеля. Я так сказала? Забудь. Ерунда. Ну, увидел незнакомого человека, прошел мимо. Зачем? А если знакомый? Никаких связей между Касьяновым, Поповым и израильскими конкурентами Посадского не установлено. Скорее всего, их и нет. Ладно, я в машине. Алексей. Не поблагодарила тебя. Спасибо. Да, всегда пожалуйста, Аделя Шарифовна. Я считаю, у них тут лучшая шаверма в городе. Да, за шаверму тоже спасибо. Лечебное питание. Протеиновое желе. Врач сказал, съедать не меньше двух порций в день. Теперь я понимаю, почему в голливудских фильмах, в больницах всем дают желе. Я думала, это десерт, а это протеиновое питание. Спасибо, Борь. А почему ты не на работе? Я думала, ты сегодня в лаборатории. Я сегодня с утра в следственном комитете. Позвонили, пока ты спала. Мы с Максом сразу к ним поехали. В общем, как и предполагалось, промышленный шпионаж. Нашли преступника? Значит, все закончилось? Не думаю. Вряд ли израильтяне так быстро успокоятся. Скорее всего, они попытаются заполучить нашу разработку другим способом. Владимир Михайлович, слушаю. Да. Да, да, я понял, Владимир Михайлович. Спасибо. Черт. Борь, что-то случилось? Звонил начальник службы безопасности. Кто-то пытался подключиться к компьютерной системе лаборатории. Кто это мог сделать? Не знаю. Но у этого человека явно есть доступ к лабораторию. Это значит, что моим конкурентам удалось купить кого-то из сотрудников. Вот они и выясняют, кого именно. Борь, проверь Максима. Да при чем, если Максим, это глупо? Почему? Да потому что, зачем Максиму это? Ради денег. Он очень хорошо обеспечен. Условия лучше, чем у нас. Ему никто не предложит. А когда мы запустимся, будет иметь процент с прибыли. Не всегда дело в деньгах. Да ты что? А в чем тогда? В чувствах. Да перестань. При чем тут чувства? Да как это? Ой. Борь, да он тебе завидует. Восхищается, но завидует. Да перестань. Мы с ним дружим сто лет. Я бы заметил. Да, Борь, ты не видишь людей вокруг тебя. Ты идешь к целям. Тебе не держат задачи, технологии и проекты, но не люди. Динка, мне кажется, ты надумываешь. Да нет же. Борь, мне, совершенно незнакомому человеку. Твоей подруги детство. После одного бокала вина он стал тут рассказывать, какой ты самовлюбленный павлин. Ты мне об этом не говорила. Он твой друг, партнер, и у меня просто язык не повернулся. Проверь его, Борь. Карина, помаши ручкой. Карина. До свидания, Наталья Альбертовна. До свидания. До свидания. Встреча на вашей территории может вызвать ненужные вопросы. Поэтому давайте лучше где-нибудь в городе. Например, в гостинице «Магнолия». В 16 буду ждать вас в лобби. Поставили его на прослушку, и вот вам, пожалуйста. Он сейчас дома у себя. Отправлять ребят? Нет, я должен знать наверняка. Так что идем в «Магнолию». Вам-то зачем? Ребята все сами сделают. И потом, мало ли, как там все повернется. Вот пусть ребята и приглядят, чтобы не повернулось. Поехали. Вам нужно получить информацию, чтобы дело закрыть. Но поймите и меня. Пациентка находится в тяжелом состоянии. Здравствуйте. Здравствуйте. И я не могу вам сказать, придет ли она в себя и когда это произойдет. Но если это случится, мы вам сообщим. Наталья Альбертовна. Да, здравствуйте. Очень рад вас видеть. Взаимно. Вас куда-нибудь подвезти? Я на машине. Я даже не знаю. Я должна была встретиться с одним человеком, но теперь не могу до него дозвониться. Давайте я вас подвезу. Дело в том, что я должна была встретиться с моим другом. А он не пришел. Телефон выключен. Может он в метро. Там не ловит. У него телефон выключен со вчерашнего вечера. Я думаю, что-то случилось. Я могу проверить по оперативным сводкам. Как зовут вашего друга? Антон. Антон Вадимович Знаменский. Помощник профессора Бондаренко? Твой Борис такой заботливый, внимательный. Через недельку будешь как новенькая. Можешь снова на своих лошадках скакать. Не уверена, что я этого захочу. Я очень испугалась. Да ладно. Это же так красиво, как в кино. Лошади, теннис, гольф. Как круто, что Борис тебя к этому всему приобщает. Мы по делу ездили. Нужно было кое-что выяснить. Что-что, про убийство, да? И что выяснили? Да ничего толком. Да это уже, наверное, и не важно, потому что Борис был в полиции. Они нашли преступника. Да ладно. Ну дай бог, дай бог. А то же страшно жить, ты понимаешь? Вот прям как вчера у нашего профессора. Вот точно. А что вчера случилось? Наш профессор вчера улечил своего ближайшего помощника в грабеже. Антон действительно что-то украл? Я не знаю, или он украл, или хотел, может быть, украсть. Там речь шла о каких-то там бумагах, каких-то там стародавних записках. И наш Филипп Владленович так кричал. Он ему кричал, да чтоб ноги твоей здесь не было. Да я на кафедре все расскажу. Да я тебя в полицию сдам, пусть они там разбираются. Зачем ссора кончилась? Ой, я не знаю. Я шприцы выбросила и домой пошла. Еще эту рыбу свою чуть не сожгла. Я тут рыбу решила приготовить. Ну, щуку. Значит, с нее сначала кожу всю сдираешь, а потом все-все-все косточки надо выбрать. Ты знаешь, сколько у щуки косточек? Сумма сделки какая? Сто миллионов. Сто миллионов чего? Мы пока в России живем. Рубли. Мне казалось, что ты умнее. Эти сто миллионов после внедрения новой технологии ты бы за первый квартал получил. Максим Дмитриевич здесь больше не работает. Все гаджеты попрошу у него изъять. После того, как мы закончим, проводите его до дому, установите круглосуточное наблюдение до тех пор, пока не будет завершена процедура оформления патента. Сделаем. После того, как наша технология будет запатентована и защищена законом, может катиться на все четыре стороны. И это все? Что, никаких вопросов? Типа, как я мог? Зачем заключил сделку с конкурентами? Мне это неинтересно. Не-не-не-не-не. Не смей отворачиваться от меня по-садски, слышишь? Не смей делать вид, что тебе все равно! Десять лет! Десять лет дружбы! И тебе что, неинтересно, почему я тебя кинул? По каким причинам? Мы закончили. Что, вот так вот просто? Без драматических эффектов? А как же речи? Про дружбу, порядочность, про человеческие отношения? Ты что, вообще ничего не скажешь? Мне же есть что ответить. Перестань смотреть на меня, как на пустое место! Я не пустое место, слышишь? Ты пожалеешь. Ты пожалей. Ты придешь ко мне, ты приползешь. Ты будешь просить, умолять меня будешь, чтобы я тебе объяснил, почему все так произошло, слышишь? У каждого есть свое слабое место. Я тебя достану. Я отыграюсь. Пусть не сейчас, а потом, когда тебе действительно будет что терять. Прям Пушкин, повести Белкина. Чего? Все, что ты сейчас сказал, Александр Сергеевич написал 200 лет назад. Да вот только ты не отставной густар Сильвио, который жаждет сатисфакции. Ты банальный вор, Ланской. 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 Слушаю. День добрый, это Игорь Петров. Не могу до Бориса дозвониться. Вы вчера просили выяснить, где Пашка взял кто-то. Да, здравствуйте. Удалось что-нибудь узнать? Да. Только вы сможете подъехать? У меня есть время часов до пяти, а потом уезжаю в Нижний на объект. А, ой, нет. Но у меня есть отличная идея. Когда мы работали в Болдино, в Пушкинском музее-усадьбе, у нас в Нижнем был замечательный консультант Александр Яковлевич. Пожилой человек, уже так прилично за восемьдесят, но прекрасный специалист, и Пашка с ним сдружился. Но вот полгода назад у Александра Яковлевича случился инсульт. Да, выжить он, конечно, выжил, и даже может говорить, но в остальном, конечно, практически полностью парализован. Одиногий старик. Но вот Пашка, когда обо всем об этом узнал, он решил подсуетиться, ну, как-то пристроить старика. Ну, как это сейчас говорят, в интернат для пожилых. Ну, выяснилось, что государственный интернат, тот еще вариант, ну, а частный стоит больших денег. У Александра Яковлевича таких денег, конечно, нет. Но удалось как-то в итоге это все разрешить. Вот. Здесь мы подходим к самому интересному. Выяснилось, что у Александра Яковлевича есть семейная реликвия. Это старинный брачный договор. Он ему достался от троюродной прабабки, по-моему. Так вот, Пашка хотел использовать этот договор для того, чтобы найти Александра Яковлевича в Израиле родню. Ну, или устроить его туда, в интернат. Родню найти не удалось, но выяснилось, что документ этот раритет. И многие коллекционеры готовы отдавать за него большие деньги. Да. А откуда вы знаете? Консультировалась. Тогда вы, наверное, должны знать, что такой документ нужно сначала оценить, потом сертифицировать, ну, и потом продавать. Но делать это через специалиста. И Павел нашел такого человека. Да. Ему порекомендовали человека. И, как сказала сиделка Александра Яковлевича, что за день до смерти Пашка приехал в прекрасном настроении, взял у старика документ и сказал, что поедет в Петербург и покажет его самому серьезному специалисту. Если все будет хорошо, то будут у Александра Яковлевича деньги на самый лучший санаторий. И этим специалистом оказался наш профессор Бондаренко. Да вы все лучше меня знаете. Кроме того, кто все-таки посоветовал Павлу обратиться к профессору. Этого мне не удалось выяснить. Эх. Сиделка этого не знает. Сам Александр Яковлевич не в курсе. Ну, а у Пашки уже и не спросишь. Вы не переживайте, Наталья Альбертовна, сводках по городу Знаменского нет. Так что, думаю, все с ним в порядке. Вам сейчас знаете, что надо? Поесть, рюмку водки и плечи поспать. А у вас в доме водка есть? Нет. Коньяк вроде был. Тоже хорошо. Спасибо вам. До свидания. Что там? Стойте. Все то же самое. Глубокая рана в затылочной части черепа. Края неровные. Удар большой силы. Нанесен справа налево и сверху вниз. В общем, в заключении можно хоть под копирку писать. Опросы жильцов отделя, Шерифовна. Угу. Чай сейчас принесу. Да бог с ним, с этим чаем, Карпов, у меня дело разваливается. Этого парня, Петрова... Петрова Игоря Андреевича. Игоря Андреевича. Друг и партнер Попова. Да. Убили тем же способом, что и Попова. Практически на том же самом месте. Конечно, надо дождаться заключения, но, походу, и впрямь об эти дела можно под копирку писать. Если оба эти эпизода дело рук одного и того же человека... То Касьянов здесь ни при чем. Абсолютно. Потому что он сейчас отдыхает в полицейском морге. И опять все заново. Ни тебе версий, ни тебе подозреваемых. Так. Последний в живых его видела... Резникова. Резникова. Есть ее показания. Ага. Дубанное дежавио. Тебе понравилось? Еще видос посмотрим? Давай. Смотри, смотри. 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 Ты же сказал, что она стабильна. Два часа назад была стабильна. Так. Три кубика тропина и дефюриллятор. Быстро! Хорошо. Три кубика тропина. До встречи. Три кубика тропина. Так, у Павла Попова в день смерти был при себе раритетный документ на иврите, стоимостью в сто тысяч долларов. Ты это читал? Ну так я же это и писал, со слов Резниковой. Но мы же при нем никакого документа не обнаружили. Убийца был хорошо знаком с Павлом Поповым, с Игорем Петровым. А также он знаком с профессором Бондаренко, потому что дал Попову его мобильный телефон. И с Борисом Посадским. Попов сказал профессору, что телефон получил от Бориса. Логично. Вот бы всем нашим коллегам так ясно мыслить и так ясно излагать, да? А я-то думала, что Посадский использует ее так, в своих интересах. Ты с профессором Бондаренко уже поговорил? Не успел. Ну пойдем поговорим. Аделя Шарифовна, разрешите отлучиться на 10 минут. Тыковка моя, с Натальей Альбертовной все хорошо. Ей дали успокоительное, она спит, я разговаривала с врачом. Да? Идем работать? Угу. Сумка. Да нет там никого, Аделя Шарифовна. Звони, звони. Здесь посмотри. Карпов. Здесь никого. Ну. Экспертов вызывай. Зачем? За надом. Почему ты сразу мне не позвонила? Зачем? Потому что это неправильно, одной разговаривать с полицией. Мало ли, как твои слова потом переврут. Борь, погибло еще два человека. Неужели для тебя важно только то, что мои слова могут как-то не так истолковать? Нет, ну если для тебя это так важно, то позвони Максиму, пусть он убедится, что на нас не повесят все грехи мира. Максим у меня больше не работает. Да, ты была права. Это действительно он. Борь. Мне очень жаль. Не понимаю. Мы же вроде как друзья. Прости. Я просто отвратительно себя чувствую. Как будто грязи выкупался. Я тебя понимаю. Да? У тебя такое было? Я как-то говорила тебе, что чуть не вышла замуж. За две недели до свадьбы я поехала в Казань по работе. Как всегда, все перепутала. Вернулась из поездки на день раньше и сразу поехала к жениху. И застала его со своей подругой. Очень хорошо, что ты не успела выйти за него замуж. Соседка Бондаренко подтвердила, что профессор накануне поссорился со своим помощником. Соседка это которая? Медсестра? Да, Лагунова. Ага, Лагунова. Значит так, профессор грозится, что он может обратиться в полицию, и мы находим его мертвым. Пропадает его помощник. Так? Так. Мы не можем его найти ни по одному имеющемуся адресу. Его родственники ничего не знают о нем. Телефон его не отвечает. Находится вне зоны. Так. Правильно. Со стола исчез мраморный бюст Пушкина. Эксперты считают, что он может быть орудием убийства. Вопрос. Где Знаменский? А главное, где Пушкин? Какой Пушкин? Пушкин, Александр Сергеевич. Значит так, Карпов, завтра с утра дуешь в институт и узнаешь все, что ты только можешь узнать. Понял меня? Нет. А я пока что постараюсь раздобыть ордер на обыск квартиры Знаменского. Не спи, Карпов. Не спи, замерзнешь. С Антоном Знаменским мы общались весьма формально. Только по работе. А с кем из сотрудников у него были неформальные отношения? С сотрудниками, пожалуй, нет. А вот с сотрудницами ничего не могу сказать плохого, но Знаменский очень милый молодой человек. Возможно, чересчур милый, если вы понимаете, о чем я. Да. Кажется, понимаю. Похоже, у нас есть орудие убийства. Нашли в квартире Знаменского. Думаю, эксперты наши подтвердят, что на статуэтке кровь профессора Бондаренко. Значит, Знаменский убил профессора. Избежал? Очевидно. Учитывая информацию о раритетном документе, у нас есть убедительная версия, и Знаменский в качестве главного подозреваемого по всем четырем эпизодам. Остается что? Правильно, остается найти Знаменского. Славина, можешь что-нибудь знать? Наталья Альбертовна сейчас не в очень хорошем состоянии. У нее был нервный срыв. Милый мой, котечка, я все понимаю. Надо поговорить, да, Ферштейн? На кафедре что-нибудь интересненькое узнал? Что у Знаменского бурный роман с одной сотрудницей. Кравченко Майей Богдановной. Ага, надо ее допросить. Уже сделано. Она говорит, что Знаменский прекрасный, добрый человек. Все этим пользуются, а она одна его по-настоящему понимает. Помогает ему в диссертации. Последние два дня Знаменский не появлялся, и она очень беспокоится о нем. Ясно. Кравченко упомянула, что Знаменский однажды возил ее куда-то за город. Угу. Куда? Да не помнит. Не знает даже, по какому шоссе. У Знаменского нет дачи. Из всех опрошенных о даче тоже никому неизвестна. Че сидим, Карпов? Дачу найти и надо. Угу. Как быстро у тебя все заживает. Через пару дней будешь, как новенькая. А ты сразу в свою Москву поедешь? Пока нога окончательно не заживет, точно нет. У меня там дома цветы всякие и фикус любимый. Ты не могла бы через пару денечков зайти полить? Конечно. Я уже почти нормально хожу. Ой, спасибо большое. А Веня потом заедет, ты с оставшимися коробками эти цветы перевезет. Подожди, ничего не понимаю. Какие коробки? Куда перевезти? А, так я ж не сказала. Мы ж переезжаем. Как же не сказала? Так за город. У нас же там участок с домом. Ну, домом это, конечно, трудно назвать. Там ни газа, ни воды. И ближайшие соседи за пять километров. Веня сказал, что за полгода, если хорошо-хорошо взяться, можно классный дом прям поставить. А почему туда нельзя переехать через полгода, когда дом будет готов? Так, а стоятельства же изменились у нас. Я ребеночка жду. Какая новость! Да, она получилась наконец-то. Здорово. Тьфу-тьфу-тьфу. Но Веня говорит, что мне сейчас нужен распорядок дня, покой и свежий воздух. А какой тут покой, если вон под дверью день через день, то трупы валяются, то полицейские шастают. Лен, подожди. Что Веня говорит, я поняла. А что говорит врач? Там есть какая-нибудь поликлиника? Ага, ну, до поликлиники-то можно и на машине всегда доехать. Веня говорит. Лен, подожди, прошу тебя. Забудь, пожалуйста, о чем говорит Веня. Ты мне вот что скажи. Ты сама этого хочешь? Ребенка? Очень хочу. Ну, правда, придется с работы уйти. Ты уверена, что ты хочешь уйти с работы? Уехать из города и жить там, где до ближайших соседей пять километров? Веня говорит, так для меня будет лучше. А чего хочешь ты? Я люблю Веню. А Веня любит меня. А где и как жить, это не важно. Пожалуйста, полей цветы. Возьмите. Возьмите. Иди работай. Наталья Альбертовна. Да. У нас есть все основания полагать, что Антон Знаменский имеет непосредственное отношение к трем убийствам и нападению на вашу маму. Вы говорите глупости. Антон не мог напасть на мою мать. Антон вообще ни на кого не может напасть. Это же очевидно. Очевидно. К сожалению, как показывает практика, родным и близким очень сложно принять такой факт. Но это факт. Значит, так. Мне сейчас нужно ехать в больницу, навестить маму. И прошу вас больше мне не звонить. Наталья Альбертовна. Да. Да. Ваш пропуск. Какой пропуск? Вам при входе должны были дать пропуск. Мне нужно его подписать. А, пропуск. Смотрите, да. Действительно. Пожалуйста. Присядьте пока. Вы знаете, я попрошу вас проводить. В таком состоянии вам лучше не ездить одной. Хорошо. Проводи. До свидания. Всего доброго. Вы простите, Наталья Альбертовна, но нам действительно очень нужно Знаменского найти. Может, он и не виноват ни в чем. Но, чтобы разобраться, с ним необходимо поговорить. Согласны? Чтобы все разъяснилось. Конечно, разъяснится. Вы что-нибудь ели? Простите? Вы ели что-нибудь? Я не помню. Вам надо поесть. Пойдемте. Действительно, вы были правы. Надо было поесть. А то все в голове путается. Значит, вы согласны? С чем? С тем, что Антон не может быть убийцей. Что он хороший, порядочный человек. Может, он и не убийца, а это следствие покажет. Но он точно непорядочный человек, Наталья Альбертовна. Простите, мне жаль. На кафедре любят сплетничать о его романах. Но это домыслы. Никаких романов не было. Просто Антон вежливый, добрый. А некоторые такое поведение воспринимают, как ухаживание. Начинают названивать, придумывать поводы для встреч. Я знаю, что за ним буквально охотилась дочь академика Славин. Антон не знал, как тактично от нее избавиться. А мы тогда поехали на залив. У Антона там холостяцкая дача. Он очень стеснялся, что там такая... Запись разговора с Майей Богдановной Кравченко. Кто это? Женщина, с которой встречается Антон. Портанская обстановка. Он впервые приглашен. Спасибо. Дача находится в Репино. Хозяева за границей. Знаменский подрядился им за лето библиотеку разобрать. А сам возил туда своих женщин. Молодец, Карпов. Да уж. Что-то тебя смущает? Это было жестоко по отношению к Наталье Альбертовне. Жестоко по отношению к Наталье Альбертовне? Было бы позволять ей дальше обольщаться. И выгораживать этого негодяя, который напал на ее мать. Так что это лучшее, что ты мог для нее сделать. Она это оценит. Что он там делает, не пойму. Просто торчит под окнами. Странно как-то. А нам-то что делать? У нас приказ вести наблюдение. Вот и будем вести. Хороший мой. В твоем телефоне обнаружена переписка с убитым Павлом Поповым. Да. И фотография документа, который он тебе переслал. Ты хотел продать его? Нет. О, да. Покупателя нашел мой знакомый. Он работает в реставрационной мастерской. Вы были знакомы с Павлом Поповым? Нет, я вообще его никогда в жизни не видел. Ну, точнее, живым. О том, что Попов собирается встретиться и оценить Ктубу, я узнал от Филиппа Владленовича. Профессор попросил назначить встречу. Ага. И ты созвонился? Не-не. Да, да, назначили время. Нет, спасибо. Я сказал, что будет лучше, если он заранее вышлет фотографию документа, и профессор сам сможет понять, стоит ли ему на это тратить свое время или нет. Он прислал. А мой друг-реставратор сделал копию Ктубы по фотографии. А мне всего лишь нужно было подменить настоящий документ на фальшивый, когда его принесут профессору. То есть профессор видит копию документа и делает заключение экспертное о том, что это подделка. Да. Так? Да. А ты в это время абсолютно спокойно атрибутируешь настоящий документ у другого эксперта и продаешь его. А, да. Только кто ж знал, что покупатель сам захочет проконсультироваться со специалистами. И одним из них окажется немецкий друг и коллега Филиппа Владленовича. Вышел скандал, профессор хотел обратиться в полицию. Я запаниковал. И убили его. Да я никого не убивал! Я не убийца! Да, мы ужасно поссорились. Филипп Владленович кричал на меня, что я предал его доверие, что он обратится в полицию и что никогда не пустит меня на порог. Но я никого не убивал! И что дальше было? Я ушел. Потом мне позвонил покупатель, стал угрожать. Он внес залог и требовал к тубу, которой у меня, конечно же, не было. Я не знал, что мне делать и уехал на дачу. Вы утверждаете, что впервые увидели Попова уже мертвым? Именно! И вам не пришло в голову поискать документ? Вы ведь знали, что он был у Попова с собой. Знал. Но потом я услышал, что никакого документа при нем не обнаружили. Я подумал... Я подумал, что Посадский мог забрать к тубу. Или его подруга. Да и тело обнаружили тоже они. И вы решили пробраться в квартиру к Посадскому, так? Я думал об этом. А потом мне просто повезло. Я спускался вниз по лестнице и увидел, что дверь его квартиры не заперта. И я подумал, что, возможно, эта подруга Посадского забыла закрыть дверь. Она, знаете, ну, такая рассеянная. Да-да-да. Вот. И я решил зайти поискать к тубу. А если меня заметят, что-нибудь соврать. И в квартире вы наткнулись на Матильду Львовну и напали на нее. Убийство, которое вы пытаетесь на меня повесить, и подделка документов, это абсолютно разные вещи. Когда я зашел в квартиру, Матильда Львовна уже лежала на полу. А вам не пришло в голову вызвать скорую там или полицию? Нет. Я знал, что меня сделают виноватым. Чем вы, собственно, сейчас и занимаетесь. Но я не позволю на себя повесить никакие убийства. А вам знакома эта вещь? Да. Профессор использовал ее как пресс-папье. Это орудие убийства. И оно найдено в вашей квартире при осмотре. Ланской сегодня часа полтора простоял под вашими окнами. Лучше бы было его запереть дома, Борис Евгеньевич. Ребят приставить. А то как бы он чего не выкинул. Ведь угрожал вам, что все равно вас достанет. Владимир Михайлович, Ланской, дряной человек, вор, но не уголовник. Его угроза не более, чем слова. Скоро все закончится. Патент оформлен. Сегодня проведем встречу с инвесторами. Подпишем договор. И все. Так-то оно так. Знаменский дурака включил. Я не я и ложь снимаю. Я никого не убивал, ни на кого не нападал. И орудие убийства мне подбросили. Вы ему верите? Олик достаточно, чтобы дело в суд передать. Добрый день, Дина Эдуардовна. Здравствуйте, Алексей. Вы не к нам? Нет, я от Натальи Альбертовны возил ее к матери в больницу. Как расследование продвигается? Знаменский отпирается. Говорит, никого не убивал, Попова не знал и все в этом роде. Странно. Нет, я лично проверил все его связи с Поповым, он знаком не был. А с Игорем Петровым? Тоже. Алло. Как ты там? У меня все хорошо, выходила на бульвар. Пью бульон, как ты сказал. Тебе, кстати, привет от Алексея. Встретила его в парадной. Какого Алексея? Борь, ты неисправим. Сержант полиции, Алексей, он еще за Наташей Славиной ухаживает. Ухаживает? Сержант? Знаешь, Алексей мне сказал, что Антон не знает ни Попова, ни Петрова. Значит, убийца не он. Значит, убийца гуляет где-то на свободе и полиция ищет не там. Борис Евгеньевич, к вам приехали партнеры. Минутку. Дин, мне пора. Я очень тебя прошу, ничего не предпринимай, пока меня нет. Лежи на диване, читай книгу. Я не знаю, Пушкина, например, что ли, для разнообразия. Потому что Пушкин — наше все. До встречи. Пока. Пока. Удачи. Пушкина так Пушкина. Что-то у меня в голове крутится, связанное с Пушкиным, очень важное. Не могу понять, что. У нас под Нижним объект Болдина. Наша компания в честь Болдинской осени там новые стекла ставила. Так вот, когда мы работали в Болдина, в Пушкинском музее-усадьбе… А Веня мой из поселка. Угу. Кистенёва называется. Семье Пушкиных принадлежала усадьба Болдина. Ну, позднее к ней добавили села Апраксина и Кистенёва. Ну, конечно. Как же я раньше-то не догадалась. Тот же год, что и у Попова на футболке. Веня вырос в селе Кистенёва, это недалеко от Болдина и кружка оттуда же. Веня мог работать в Болдина, когда строительная компания Попова делала в усадьбе ремонт. Значит, он мог знать Попова, он наверняка же знал, и Петрова, а также он знает профессора и Бориса. А Лена делает профессору уколы, значит, у неё наверняка есть его мобильный. Ой. Ну, он в итоге сел. На 30 лет. Алексей Сергеевич, заходи. Ну, что ты сидишь? Чашку принеси. Подожди, подожди. Подожди. Вот, посмотри. Экспертное заключение по делу убийства Попова. Глубокая рана в затылочной части черепа. Удар нанесён справа налево и сверху вниз. С большой силой. С большой силой. Так. Смотрим дальше. Заключение по делу убийства Петрова. Ой. Та же картина. Да я все эти бумажки уже видела по 150 раз. Знаю вдоль и поперёк. Зачем ты мне это показываешь? А за тем, что Знаменский ни одного из твоих трёх убийств не мог совершить чисто технически. Чего? В смысле? Вот его амбулаторная карта. Он наблюдается у невропатолога по поводу Пореза правой руки. Умеешь ты, Алексей Сергеевич, всю малину испортить. То есть дело развалилось? Я уже доложил, что мы готовим документы для передачи дела в суд. Мне нужна неделя на доследование. Неделя? Даю тебе три дня. Три? Да, три. Чёрт. Ну три так три. Вот так. Ой, Тин, привет. Лена, слава богу. Мне нужно тебе кое-что сказать. Веня рядом? Кто там? Да, рядом. Лен, ни о чём не спрашивай, просто поверь. Веня не тот, кем ты его считаешь. Он убийца, Лен. Можешь сейчас приехать в город? Мама? Мамочка. Мама. Только прошу вас недолго. Она очень слабая, и я могу вам дать минут десять, не больше. Договорились? Когда в этот день был убит молодой человек. Что? Убит молодой человек. А, Павел Попов. Да. Я сказала, что днём Борис по-посадски внулся домой. А потом я вспомнила, не было очков, и я плохо разглядела и подумала… Она была из очков и подумала, что это Борис. А потом, что у Бориса абсолютно другой парфюм. А потом она вспомнила, что у Бориса приятный парфюм. А у того мужчины, который вошел в подъезд, такой запах гадковый, тяжелый. А оттого незнакомца пахло гадким одеколоном. Изначально я не придала значения, но потом, когда пришла Леночка делать уколы, я вспомнила, что муж у нее тоже пользуется этим гадким. Она вспомнила, что ее муж пользуется гадким одеколоном. Таким же, как у незнакомца. Куда это он намылился-то? Может, просто проветриться решил? Ребята, я в магаз. Вам мороженое взять? Нет? Ну ладно. Дина, иди сюда. Дина, иди сюда. Слушай, что-то его нет долго. Пойду гляну. До свидания. До свидания. Борис Евгеньевич, вам звонила Дина Резникова. Спасибо. Проводи. Абонент временно не застута. Перезвоните в Большинство. Сбежал. Даже что у тебя. Дина. Дин. Резникова. Борь, сто миллионов рублей наличными, у тебя два часа. Иначе. Сумма сделки какая? Сто миллионов. Сто миллионов чего? Мы пока в России живем. Рублей. Значит, сто миллионов. Кажется, я знаю, куда мог податься. Там в паре километров есть грунтовая дорога до старой лодочной станции. У нас с Ланским там было место силы. Мы туда ездили подумать, важные вопросы обсудить. И технологии, за которые весь сыр Бор я тоже там придумал. Едем. Нет. Я сам с Ланским поговорю. Владимир Михайлович, чтобы ваших людей там близко не было. Ясно? Плыви сюда! Твои деньги. Где Дина? Чего? Дина где? Что значит Дина где? Борь, сто миллионов рублей наличные… Я выполнил твои условия. Я принес деньги. Просто верни ее, я все забуду. Ты хотел отомстить? Ты отомстил. Если хочешь, я верну тебя на работу. Ничего себе. Какие страсти. К тому мог подумать. Хватит морочить мне голову. То есть я? Похитил твою подругу? И требую выкуп, да? Ну давай, утопи меня еще здесь. Говори, где она? Где она? С ума сошел, что ли? Я не знаю, где она! Черт! Что пишет? Место и время передачи денег. Что будешь делать? Поеду и заплачу. В полицию звонил уже? А безопасникам нашим? Твоим. Нет. Ты идиот. Макс, это опасно. Дина может пострадать. А, идиот. Ладно, я сам сейчас. Не смей. Тихо, 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 тихо. А ты меня останови. Вместе искупаемся. Макс, я прошу. Чего? Погоди, погоди. Я не ослышался. Ты просишь меня? Господи! Я же ждал этого десять лет. Погоди. Сейчас, 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 сейчас. Попроси еще раз. Макс, пожалуйста. Не надо никому сообщать. Какой кайф, а? Хорошо, Борис. Я никому не сообщу. Хватит шуток. Обещай. Честная пионерская. Алиби Вениамина Лагунова, которого вдова академика Славина, перепутала с Борисом Посадским, изначально подтвердила только его жена. Сказала, что на момент убийства Павла Попова муж был дома. Угу. Сейчас в квартире ни Лагунова, ни жены нет. А на работе говорят, что Елена Лагунова уволилась в связи с переездом. И куда они переехали, мы не знаем. Коллеги говорят, куда-то за город. Я проверил. На Лагунову оформлен участок и дом на Карельском перешейке. Угу. Угу. Динка! Стоять! Сумку на пол, руки на бошку. Ай! Ну! Держите вы на мушке, я сейчас полицию вызову. Угу. На месте стой. Надо было тебе тоже что-нибудь вколоть, как Матильде. Ну все, погнали. Откуда? Угу. Что ж ты? Зорву хоть. Этот живот... Вес Karolovic 2. Рейхов, мне плохо это было. Куда? Пошли! Пошли! Отойди от него. В сторону. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. На месте. Стой. Я стою. Всё, всё. Аля, уши на землю! На землю! Тихо, тихо. Ты вообще как-то заказался. Да. Мимо проезжал. Вон, заглянул на огоньок. Между прочим, если бы не я, они бы у вас заживут утверждения. Я сам, я сам пожар устроил. В смысле? Что в смысле? Ствола у меня нет. Пришлось импровизировать. Я ещё-таки химик по первому образованию. Божественно пахнет. Спасибо. Бабушка готовила. Угощайтесь на здоровье. Очень рада я, Дина, что вы поправились. А ещё хотела вам сказать спасибо за информацию про Ктубу. Без неё, наверное, дело до сих пор не было бы раскрыто. Вы её нашли? Ктубу? Да. Да. В вещах у Лагуновых. До сих пор не могу поверить, что Лена с самого начала всё знала. Не только знала. Она и Матильда Львовна чуть не убила. Матильда Львовна поняла, что в день убийства Попова в парадную входил вовсе не Борис. Собиралась ему всё рассказать. А Лена слышала их разговор с Наташей. Квартира Бориса была открыта, там уже побывал взломщик. Но вдова выжила. И Лена повторила свою попытку, проникнув к ней в палату. Ну надо же. А я ведь была уверена, что это Веня рукоприкластом занимается. Нет. Они в этом плане очень гармоничная пара. Ну, если можно так сказать. Оба готовы за гроши мать родную давить. Это ж надо было видеть их лица, когда они сидели и горевали, что у них дело сорвалось. Сначала им вот Матильда Львовна помешала, потом профессор хотел в полицию звонить. И они догадались всё прихнуть на Знаменского. Да. Подкинули ему бюст Пушкина. Орудие убийства. Как? Очень просто. Веня хороший слесарь, а у Знаменского очень простой замок. Если бы на этом всё закончилось. Казалось бы. Но они встретили Игоря Петрова. Простите. Да. Совершенно случайно они столкнулись на лестничной площадке. Три убийства. А началось всё с простой попытки найти адрес человека, который бы занимался раритетными рукописями. Да. Ведь Лагунов действительно работал в Болдино, у Попова на объекте. Только работал там без документов, без договора, поэтому мы не смогли концы с концами свести. Простите. Сейчас. Одну секунду. У меня получится. Ой, простите. Лагунов как-то хвастался, что он живёт, как он сказал, в академическом доме. Угу. Ну и в разговоре, конечно же, как-то упомянул профессора Бондаренко, и Попов попросил у него его контакты. Веня сказала ему, чтобы он сослался на Борю, что он дал ему номер телефона. Да, да. Иначе просто Попова на слово не поверит. Лагунов знал, когда назначена встреча, и ждал Попова. Напал на него, вытащил из сумки документ, радовался, что всё так гладко прошло. А потом, Дина, вы ему спутали все карты, совершенно случайно оказавшись с ним в одном купе. Ведь это удивительное стечение обстоятельств. Ну а потом, после убийства Хитрова, они снимаются с места, решают отсидеться, может быть, со временем продать ктубу. А откуда эта цифра в сто миллионов? Наверное, это какая-то самая большая цифра, которую они смогли себе вообразить. Для того, чтобы приобрести новые документы, навчать новую жизнь. Я звонил деду. Он нас ждёт в воскресенье на ужин. А я на воскресенье хотела билеты в Москву взять. Это ещё зачем? У меня там дела, Борь. Ну ничего, подождут твои дела. Ну сколько-то они, конечно, подождут, но не вечно. Подожди, я не понял. Ты правда хочешь уехать? Ужасно не хочу. Но мне действительно надо. Знаю, как ты ездишь. Снова потеряешь паспорт, попадёшь в какую-нибудь историю, и мне придётся тебя выручать. Ладно. Поезжай. Но я должен знать, что ты вернёшься. Ты уверен? Господи, Резникова. Разумеется, я уверен. Ну что мне ещё сделать? Еврейский брачный договор с тобой подписать? Давай подпишем. Вон, Макс. Всё оформить в лучшем виде. Правда, я еврей-то не знаю. Я тоже. Ну, что ты ответишь? На что? Дин! Дин, я битый час, пытаюсь тебя выяснить. Ты, наконец, выйдешь за меня замуж или нет? Борь, ну какой же ты дурак, хоть и умный. Конечно, я согласна. Я об этом с пятнадцати лет мечтала. Правда? Правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова